В эфире Народное славянское радио. На Народном славянском радио. День памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 24-й день месяца белого сияния и покоя мира. 7 524-го лета третейник по одному из старинных календарей, а по одному из современных 4 января 2016 года понедельник. Начинаю необычный, пока еще непривычный формат вещания, посвященный Дню памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Сегодня, напомню, отмечается сороковина, хотя слово «отмечается» могут многие превратно понять, но отмечать можно по-разному. В общем, сегодня 40 дней со дня смерти Светланы Васильевны Жарниковой. Наши, не повезут это слово, величайшей женщине, ученому, которая сделала очень много для всего нашего славянского мира. 26 ноября 2015 года она ушла из жизни. Есть много версий того, как это произошло, почему это произошло. Кто-то говорит, что это произошло естественно, кто-то говорит, что она себя сожгла, кто-то говорит, что кто-то ей помог. Не буду свои версии какие-то здесь излагать. Предлагаю провести эфир так. Я буду заглядывать в чат, смотреть на то, что в нем происходит, и буду ставить те записи, которые были подготовлены до эфира с известными людьми. Есть большие записи по полчаса, даже есть 55-минутная запись с Андреем Ивашком. Есть коротенькие сообщения, те, которые некоторые наши люди успели прислать на автоответчик скайпа. Специально, напомню, был сделан автоответчик, было сделано обращение о том, что вы можете свои добрые слова сказать в адрес Светланы Васильевны, поскольку день сегодня непростой, и любое доброе слово, оно будет очень к месту. Но, к большому сожалению, таких записей оказалось не так много. По-моему, вообще оказалось очень мало. Но, так или иначе, нашлись люди, у которых есть совесть. Эти записи я хочу составлять в наш эфир. Давайте начнем с той записи, которую нам прислал Сислав Глоба от имени проекта Рода Божия. Это обращение, которое записано голосом Сислава. Один из самых первых, кстати, людей, кто откликнулся. Мало того, один из первых, вместе с своими соратниками, предложили этот день отмечать сразу после кончины Светланы Васильевны Жарниковой. И поэтому я ставлю приоритет именно его обращение. Давайте послушаем его обращение. Уважаемые соратники, единомышленники и соотечественники! Мир Яви, в котором мы живем, оставила Светлана Васильевна Жарникова, кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед, действительный член Русского географического общества, член Международного клуба ученых, которая большую часть своей жизни посвятила изучению традиционной культуры русского севера. Основной круг ее научных интересов таков арктическая прародина индоевропейцев, ведические истоки северорусской культуры, архаические корни северорусского орнамента, санскритские корни в топа и гидронимии русского севера, обряды и обрядовый фольклор, семантика народного костюма. Она автор книг «След ведической Руси», «Золотая нить», архаические корни традиционной культуры русского севера, исторические корни образа Деда Мороза на русском севере и других книг. Светлана Васильевна вошла в число наиболее известных российских специалистов по истории культуры ведической Руси и русского гиперборейского севера. Сегодня сайты с информацией, собранной Светланой Васильевной, посещают миллионы людей. Процесс возрождения славяно-арийской культуры стал уже необратим. Так правильно считала она. Соратники проекта Рода Божия полностью согласны с этим ее утверждением. В связи с событием перехода Светланы Васильевны в светлую Навь мы предлагаем вознести благодарение ее душе за заслуги перед Отечеством, всеми людьми Земли, родными богами и Всевышним Прародителем, почти в светлую память о ней с помощью молвлений, словословий и мантр. Это поможет ее душе взойти через мир наших богов-предков, светлую Небесную Русь, еще выше, к самому Всевышнему Прародителю. Мы уверены, что эта удивительная, прекрасная женщина и выдающийся русский ученый внесла огромный вклад в осознание всеми славяно-арийскими народами величия их родной культуры. Поэтому она без сомнений заслуживает посмертной помощи своих соотечественников. Чем больше честных людей, ратующих за возрождение Отечественной культуры, вознесет свои молвления и словословия о душе Светланы Васильевны, тем легче и радостнее ей будет подняться в небесный мир наших богов-предков, а оттуда к самому Всевышнему Прародителю. Поэтому в сороковой день, то есть 4 января 2016 года, а также на годовщину, то есть 26 ноября 2016 года, и ее ухода из нашего мира, предлагаем помочь ей в Вознесении, совершая молвления о ее душе, тризные славления в ее честь и пение мантры Ом. Для этого 4 января и 26 ноября 2016 года, в 20 часов по вашему местному времени, предлагаем совершить первое молвление о ее душе, второе тризные славления в ее честь, по одному разу, а также пение мантры Ом не менее 108 раз, либо одного славяно-рисского круга, то есть 144 раз, хотя лучше, если вы сможете сделать это по три круга. После названных духовных деяний, мысленно обратившись к Всевышнему Прародителю, вы можете произнести вслух, даруя силу, накопленную пением мантры Ом, душе Светланы Васильевны Жарниковой. Важно произнести это вслух, чтобы воздействовать на вибрации нашего мира, которые передадутся в небесный мир. Светлая память и сварго-пречистая душе Светланы Васильевны, мы благодарим вам и будем помнить ваш огромный труд во славу Отечества. Просим распространить это обращение максимально большему количеству соотечественников. Благодарю за внимание. Вот такое обращение со стороны Всеслава, со стороны соратников Проектора Рода Божия прозвучало. Я прошу вас в чате высказываться по каждому из обращений. Может быть, какие-то дополнения у вас будут, может быть, какие-то поправки от себя вы будете уносить. Мне интересна ваша реакция, ваша обратная связь. Что еще от Всеслава к нам поступило до этого эфира? А еще поступили две записи. Одна из них – славление Душе Ближнего, и вторая – это тризное славление. Тризное славление, напомню, как правило, производится при поминании усопшего или, правильно сказать, умершего человека, потому что душа никогда не спит, мы знаем, что соединение тела и души происходит только тогда, когда человек приходит в этот мир, дальше разъединяется, и говорить о мертвом теле усопшее, ну, как-то не очень это правильно, на мой взгляд, это, я считаю, новодел, но все-таки кому-то привычно так, кому-то так. Вот. И тризна имеет достаточно широкое распространение по всей России, во всех славянских странах и за пределами славянских стран. Так что, наверное, будет интересно послушать один из вариантов. Хотя, сразу скажу, что это упрощенный очень вариант. Итак, давайте послушаем тризное славление тоже от Всеслава. Тризное славление В день сей сотворяша всеродно Тризну велику По родовичу наша Светлане Васильевне Жарниковой Из рода древнего, рода славного Богами и предками хранимого И поменявшийся городович За трапезой Тризны Словесами лепыми Жизнь и все деяния славны Во славу рода ея Веры предков ея И отчизны ея Пред бузями приставша Светлана Васильевна Кое человече Бысть вельми достойна И сохраняша род И премного вознажаша его Потомками зело славными И деяниями добрыми Восславиша всех бузях И предков нашу Поменявша славесами чистыми Светлу душу Светланы Васильевны Коея тарит пути своя Во сваргу причистую Да к очагу рода древнего Да к предкам своя Кое ожидаша ее Как родовича из мира яви И сшедшего И во славе светлой С миром возродившися По глаголу и воле сварога Да вознесется душа Светланы Васильевны В небесные кущи Ирия И обрящет небесный путь Духовного восхождения Дабы предстать предсветлые Очи бузях наши И вознестися к роду Прародителю Всевышнему И благими словесами Повелиция совести наша Глаголиша всем предкам Глаголиша всем предкам Всего рода великого Кое зря тризну сию И с небес внимаша нам Бысть жизнь Светланы Васильевны Всеблагостной В мире яви И живет память о ней В сердцах наша Яко завещаша Боги светлые И многомудрые предки наши И провожаша В путь долечный Глаголим всеродно Да будет для тебя Светлана Васильевна Сворожий небесный путь Духовного восхождения Не в тягость И сподобися Протарить его С честью и велицей Яко тариша Небесный путь сей Родные боги И многомудрые предки наши Да свершится сие По предначертанию Бозьих светлых наша Ибо така бысть Така иси Така буди Аум Вот такое тризное славление В упрощенном Укороченном варианте Вообще очень полезно На мой взгляд И не только На мой взгляд Как еще и показывает практика И на взгляд других людей Которые знакомы Хоть чуть-чуть С ведическим Нашим мировоззрением С ведической культурой Это не просто Усадка за стол И начинание Копаться В блюдах Ложкой и вилкой Засыпание себе Чего-либо в рот Но и Произносить Какие-либо славления Или обращения Ну к примеру Самое распространенное Обращение Которое сохранилось До сегодняшнего момента К примеру Христиан Когда обращаются К Отцу Небесному Благодарят Его За хлеб За соль Но мало кто знает Что в нашей древности Применялось Похожее обращение Которое звучало Примерно так Прощу рот Благодарим тебе За трапезу С хлеб Соль Что дашь нам До питания Нашей души Нашего духа Наших телес И пусть совесть наша Будет чистая Крепка Сидеяние мыслей И помыслов Будет во славу Богов и предков наших Во славу Рода небесного Родов земных Ныне и присно От круга до круга Так и быть Так и си Так и будет Примерно вот так Читается И в этом случае Можно еще Нашим предкам Что-либо Положить на отдельную Тарелочку Не забыть про домовую Можно также Пригласить его И Можно зажигать Огневицы Свечи Что будет усиливать Эффект А какой эффект Многие спрашивают Ну что там Отложили кусочек хлебушка Или кашки положили Что-то там еще Но ведь сказано Что То что кладете Вы отдаете Посылаете нашим предкам То у них и появляется Естественно Что Вряд ли В мирах Где намного больше Измерений Куда Я думаю Что многие Все-таки Наши предки Уже отправились Там Находятся И там Живут своими жизнями Вряд ли появится Тая еда Которая появляется У нас здесь Но появляется Аналог той еды Которой мы питаемся Понятно Другие измерения Другие энергии Другая пища И тоже надо учитывать Что Чем больше измерений Тем больше настроек Тем больше Возможностей приема И волны работают В других диапазонах И Шире намного Сами диапазоны Поэтому Ваши мысли Очень легко Улавливаются И там они Прибывают Там они Материализуются И в том случае Если там Что-то появляется В том случае Идет обратная Отдача Никогда Наши предки Нас не забывали И не забывают И неоднократно Это проверялось И мной лично И многими Другими людьми Так что Не забывайте Об этом И тем более Когда вы Садитесь За стол То Поминайте Добрым словом Своих предков Недаром Всегда На Руси В большие праздники Первый блин Обращался К омам То есть Отправлялся Посвящался К омам Те которые Уже ушли Из этого мира И первый блин Тоже несли К омам Те которые На земле Присутствуют То есть Зверям Которые Спячка Ложатся Зимой Их тоже К омами Называли И они были Хранителями Той черты Которая деляла Явный мир От навьего мира Эти все Тонкости Они сохранились В преданиях Народных Кто-то Может не иметь Точного представления Почему это так Кто-то имеет Четкое представление Дело не в этом Дело в том Что любая традиция Основана на том Что было В этой жизни В наших родах То что надо Сохранять И Светлана Васильевна Как раз помогала Разобраться С нашей древностью Понять Кто мы такие На этой земле Почему мы здесь И Услышите В одном из интервью Что это была Не просто женщина Это была Женщина-воитель Которая Заступалась Защищала Не только Нашу древность А все наши рода Она заявляла Что Сейчас у вас Убрали прошлое А завтра скажут Что вообще Вы здесь никто И звать вас никак Просто придут И скажут Это не ваша земля Нет такого Народа Русские Нечего вам здесь делать А что вы сможете Возразить Если вы ничего Не знаете Своим прошлым Да вы можете Себя называть Атеистом Вы можете Назвать христианином Мусульманином Кем угодно Но если вы Не знаете Своего прошлого То в этом случае Вас тоже Здесь нет Есть религия Которым вы Себя Причисляете Какие-то учения Но вас Здесь нет Потому что Вы Это связь С вашим Прошлым Связь С вашими Родами К сожалению Многие Этого пока Еще не понимают Возвращаясь К сегодняшнему Дню Сороковины Сегодня Светлана Васильевна Жарниковой Я еще Поставлю Одну запись Которая Была Прислана От Рода Божия Где тоже Всеслав Озвучил Славление Души Ближнего То есть Не молитва Омолвление Давайте ее послушаем И дальше Продолжим А вы пока Пишите пожалуйста В чате Свои какие-то Мнения Комментарии О том Что услышали Как от меня Так и От тех Кто Нашел себе Совесть Нашел себе Здравомыслие Нашел время Для того Чтобы соединить Совесть Здравомыслие И написать Несколько добрых слов На автоответчике Или прислать к нам В редакцию Народного Славянского радио Славление о душе Ближнего Милосердный прародитель Слава тебе Славен и треславен Буде Да будет воля Твоя Дарующая силу Душам нашим Взрасти И к свету Истины Прийти Взрасти И помилуй Душу Дочери Твоей Светланы Васильевны Жарниковой И помоги И к свету Истины Твоей Прийти Примись Молвление Мое Как глаз Любви Заповеданный Тобой Ныне И пресно От круга До круга Така Бысь Така Иси Така Буде Аум Ну вот Важно 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 Что Оно Человеке Человеке Занявшейся Столь Серьезным На мой Взгляд Темой Не буду Больше ничего Говорить Давайте Просто Послушаем Здравия Всем Сегодня Сороковина С Важно Важно В этот день скажу о том, какой огромный вклад внесла эта великая женщина, ученый, гражданин, раскрывая древние тайны нашей Родины, Руссии. Круг ее научных интересов обширен и составляет ведическую основу культуры народов нашей огромной страны, которая пошла именно с севера. Здесь я буду говорить практически все время словами, когда-то сказанными самой Светланой Васильевной, но они все созвучны с мыслями и словами, которые хотел бы сказать или говорить человек, который интересуется и изучает культуру своего народа и своей Родины. Нам все время заявляли, русские – это вообще не этнос, что это не народ, а так, некая сборная солянка, что это молодой этнос, неизвестно откуда взявшийся. Речь даже идет о том, что мы не коренной народ на данной территории, что мы никто и звать нас никак. И говорилось все это очень серьезно. А в 2000-е годы это стало навязываться и вдалпливаться в нашу мы еще настойчивее. Именно в это время Светлана Васильевна Жарникова заявила, культуре русов многие тысячи лет. Она верила и доказывала, как ученые, что русская гиперборея была на самом деле задолго до ледникового периода, что русские – народ Руссии, родоначальники всех индоевропейских народов мира, что цивилизацию распространили в Европе и далее на юг русские. Светлана Васильевна Жарникова создала много видеоматериалов и статей, и трудов о культуре русов, славяна-ариев. Эта вся история европейской цивилизации начинается на севере, а именно в Приполярье. Так ли про Дед Мороз? Где искать гипербореи? Орнаменты и язык в культуре народов, где рассматривается вопрос свастика, символ счастья? Сказки, правда или вымысел? И многие другие. В обширной статье «Древние тайны русского севера» упоминается книга со странным названием «Арктическая родина в Ведах», которая была впервые издана в 1903 году в Бомбее. Автор ее – ученый Балгангадхар Тилак. Он посвятил всю свою жизнь исследованию культуры родного народа. Тилак долго и тщательно изучал древние предания, легенды и священные гимны, рожденные в глубинах тысячелетий далекими предками индоарьев и иранцев. И вот, суммировав те странные явления, которые были описаны в священных книгах индийцев, ведах и иранцев о вести, Бал Тилак пришел к выводу, ошеломившего его современников. Родина предков – индоарьев, находилась на севере Европы, где-то около Полярного круга. Книга произвела на многих современников-писателей впечатление разорвавшейся бомбы. Кто-то считал это заблуждением, кто-то сказкой, а кто-то и фальсификацией. И уж никак не укладывалось в голове, каким образом север Европы мог быть благодатным краем, а ведь именно таким описывали его гимны регведы – самый древний из вед. Основываясь на глубоких научных изысканиях, Светлана Васильевна утвердительно заявила, что у нас не тысячелетняя история, как принято было считать, писать и говорить, а многотысячелетняя. Об одной тысяче лет можно говорить только применительно к принятию христианства, ведь до этого года наши предки не в пещерах жили и не шкуры одевались, не вдруг в европейском мире пошло в обиход слово «Гордарика» – «Страна городов». Как название Руси, на наших землях были эти города, и не в один они день родились, а складывались и развивались в течение многих веков, так как город – это не просто скопище домов, а и уклад жизни, сложившиеся отношения, торгово-экономические связи и место сосредоточения социальных структур, складывавшихся на протяжении многих веков. Князь Олег Новгородский, захватив в 885 году власть в Киеве и объединив вокруг этого центра Русь, ходил войной на Царьград, столицу Византии, и поставил эту империю на колени. А в начале X века князь Игорь, сын Рюрика, послал на Хазар, старавшись подавить Русь, 500 кораблей, которые имели на борту по 100 человек, и они с боями дошли до юга Каспийского моря. Этой Руси боялись другие народы, с ней считались, ей платили дань. Такая сила и единство складывались задолго до христианства, а значит и история наша неисчислима древней. Светлана Васильевна Жарникова в составе группы признанных ученых убедительно доказали аутентичность текста Вересовой книги, опровергая возможность подделки этого уникального исторического памятника, то есть доказана ее подлинность, как памятника исторической культуры и наследия. Всемирно признанные ученые и историки высказывали свое мнение о глубокой исторической древности происхождения славян-ариев и их письменности, и Светлана Васильевна в своих глубоких работах, основанных на тщательном, скрупулезном изучении темы происхождения славян-арийской культуры, с научной точки зрения подтвердила уже, что культуре русов многие тысячи лет. Таким образом, русский народ имеет многотысячелетнюю историю проживания на территории, где находится огромное количество полезных ископаемых, рек, озер, огромных лесов, которые мы гробим сейчас просто с дикой скоростью, и с таким восторгом засоряем свой язык, который крупнейшие лингвисты мира называют протоязыком, засоряем его всевозможными англицизмами и часто называем свою родину этой страной. Стыдно! Да, в этой стране жили наши предки многие тысячи лет тому назад, оставили нам свою память, свои обряды, свои песни, свои сказки и свою ментальность, ту самую ментальность, которая сохранилась в словах Дмитрия Донского «Нет больше счастья, чем постоять за други своя». Вот эта вот ментальность, когда сохраняется тот человек, который думает о своем народе, а потом уже о себе, она и есть коренная, основная. И все это в ментальности, в обрядовой практике нашего народа есть, а то, что она древняя, подтверждает все вышесказанное. Если русские люди не являются коренным населением Северо-Восточной Европы, тогда откуда у них появились и домашние обряды многотысячелетней давности, совершенно идентичные древним арийским обрядам? А слова «Раша», «Русы», «Скифы», «Веси», «Чудья» – они есть и употребимы во многих странах мира. В английском языке до сих пор наш с вами интоним, то есть наша принадлежность к народу, роду, его развитию, звучит как «Раша», а «Раша» или «Риша» в санскрите значит «мудрецы». Во французском языке «Риши» – это богатые, но в древности богатство предполагало богатство знания, а не только материальное богатство. Термин «Рус» во всех индоевропейских языках обозначает «светлый», «ясный». Толемей еще во II веке н.э. говорил о том, что на севере Европы между Балтикой и Уралом проживают скифа-аланы. В скандинавских сагах начала н.э. говорится, что от Балтики до Урала по всему северу Европы проживают аланы, которых называют «Рус-аланы» или «скиф-аланы». Греки еще в раннем Средневековье называли нас «скифы-русы». Наконец, Адам Бременский в XI веке говорил о том, что от Балтики до Урала живут так называемые «аланы», которые сами себя называют «веси» или «виси». А сегодняшний псевдоученый утверждает, что древний великий народ вепсов был уничтожен славянами на всем русском севере и не вникают в корни происхождения этого слова. Ведь «весь» обозначает поселение, сосед, родственник. Это древнее индоевропейское слово. Наши грады и «веси» так и звучат – города и поселения, села. То есть всячески уничижают славянариев, желая показать их ничтожность и малость. Вот слова Светланы Васильевны по этому поводу. Я действительно была поражена, когда услышала по телевидению, что у нас в стране проводится праздник коренных народов, а русский, оказывается, не коренной народ. Почему коренными считать надо малые народы, а большие что, из воздуха образовались? Мы не дети придурков и не внуки придурков, а дети великого народа. Многие сейчас стараются найти духовный стержень и находят его, например, в йоге. Но во имя чего и для чего? Если вы данными практиками занимаетесь, то все-таки имейте в виду, что в духовном плане изначально этот источник здесь. Вы идете за три моря, чтобы испить водицы, когда ключ, из которого эта водица течет, находится у вас под ногами. Была история, когда в Ашрам пришли к одному из учителей и стали ему задавать вопросы о жизни, душе, развитии. Он, узнав, что те, кто его спрашивает, прибыли из России, сказал, «Все, что вы хотите узнать здесь от меня, я получу у вас, на вашей родине. Именно там хранятся все знания, какие только есть и в мире». Надо, чтобы молодежь это поняла и вообще осознала глубину своего исторического пространства. А когда люди дают возможность плевать на себя, в них и начинают плевать. Необходимо понять, обратного хода процесса возрождения славяно-арийской ведической народной культуры предать уже невозможно. Так правильно считала Светлана Васильевна и доказала это своим нелегким в наше время трудом. В своих работах она показала, проявила суть того, что славяно-арийская культура – это наши корни, а человек, как и дерево, без корней жить не может. Та система ценностей, которая существует в современном мире, приводит в никуда. Необходимо вернуться к самоидентичности, к общим духовным ценностям. Надо помнить свою историю, иначе придут другие и скажут, это мы здесь все время жили, вам здесь делать нечего. И еще словами Светланы Васильевны. Русскому не надо объяснять свое место в истории. Величие моего народа отражено на карте мира. Светлая память Светлане Васильевне Жарниковой. Я в своем лице и надеюсь, многие такие же радеющие за великое прошлое, настоящее будущее нашей великой Родины Руси благодарим вам, помним и изучаем ваш огромный труд. Во славу Отечества! Вот такая запись пришла от Веры. Вы можете как-то прокомментировать ее. Понравилось, не понравилось. Самое интересное, что в этой записи использованы слова самой Светланы Васильевны. Трудно что-то добавить или что-то убрать отсюда. А ведь на самом деле, если присмотреться, так оно и есть. Может быть, поэтому многим она недоброжелателям Руси так и не нравилась. Может быть, как раз из-за этих слов что-то происходило неприятное в ее жизни. Но опять же, волков боятся в лес не ходить, наша русская древняя поговорка. Самое неприятное, что многие мужчины стояли в стороне, а она женщина билась. Она не останавливалась, так как надо было, может быть, кому-то бы и остановиться. Она шла вперед. И теперь сравните ее труды, ее подвиги, результаты ее жизни с результатами жизни других людей. Как говорится, найдите разницу. Напомню, что сегодня 24-й день месяца белого сияния и покоя мира 7500-24 лета. Третьейник по одному из старинных календарей, по одному из современных. 4 января 2016 года, понедельник. На Народно-Славянском радио День памяти Стану Васильевны Жарниковой. Я включаю в эфир записи, которые к нам присылали радиослушатели или непосредственно на почту, либо оставлялись сообщения на автоответчике, скайпа. К сожалению, как я уже говорил, их не так много оказалось. Кто-то технически не смог, кто-то узнал о чем-то этом очень поздно, кто-то находился далеко. Кстати, хочу вас спросить, а вы своим друзьям сказали, что сегодня идет эфир? Часто ведь спрашивают, почему в вашем радио нет рекламы где-то? А я отвечаю всегда, а зачем нам нужна реклама? Ведь если радио интересное, если оно полезное, какая нужна вам реклама? Вам должны об этом рассказать те, кто считают так, что это радио интересное и полезное. И вы тоже должны рассказать другим людям. Иначе какие же мы тогда славяне? Если хорошее, да интересное, утаиваем, а о чем-то дурном направо и налево кричим. Как-то один из моих знакомых друзей сказал, а чему ты сможешь научить своих детей? Что ты им передашь, кроме своей глупости? Тогда я подумал, на самом деле, а что я смогу передать? И поэтому я стараюсь поменьше глупости передавать, стараюсь ее в себе переварить, осознать, убрать из себя и только после этого развивать рот. Хотя есть парадокс обратный, что когда начинаешь говорить какие-то осознанные вещи, на тебя смотрят как-то не так. Но это уже, я считаю, проблема тех людей, кто так смотрит. Сейчас я поставлю запись, которая пришла вот только что, буквально за 10 минут до начала нашего эфира. прислал ее наш соратник Юрий Тяжлов, который находится не в России, но он нашел возможность выйти в интернет, надиктовать. Я даже не обрабатывал эту запись, я вот ее запущу, как она есть. Там нет музыкальной подложки, там не убраны шумы, но, может быть, тем она и дорога. Давайте послушаем. Сорок дней со дня ухода Светланы Васильевны Жарниковой хочется поблагодарить ее за большой вклад в возрождение правды о прошлом нашей Родины. Наши дети и внуки должны помнить своих воинов. Она была воином и боролась до конца. Ее характер не согнулся под ударами оппонентов, неприкрытых противников древней истории славян. Намеренная ложь, подтасовки, фальсификация исторических документов о прошлом славянских народов это оружие, используемое для порабощения. Борьба продолжается. Светлой памяти тебе, Светлана Васильевна, не посрами. Вот такое выступление, короткое, но емкое, от Юрия Тяжелова. Давайте теперь посмотрим на обработанные записи, которые были сделаны до эфира, но прежде чем начать и включать, я хочу зачитать то, что в чате уже пишут, и Василий Васильевич следит за чатом и сбрасывает мне сообщения. Итак, добрые други, сейчас много информации всплывает о предсказаниях и грядущей бойне. Мне подруга посоветовала укрытие искать, но считаю, что нужно достойно встретить и после всего помогать восстанавливать. Как вы знаете, у паразитов агония и недолго им осталось, хотя они и помогают покинуть явный мир просветителям, как Светлана Васильевна, светлой ей памяти и успешному восхождению по золотому пути. Присоединяюсь к этому пожеланию. По поводу того, что здесь написано, комментировать не буду, я думаю, что каждый из вас понимает, о чем идет речь. Еще одно высказывание. Смотрел ее раннее видео с интересом, многое оставалось за кадром, а хотелось большего. Когда увидел последнее видео, сначала не узнал, внешне изменилось сильно и вдруг услышал для себя больше, было видно, что человек как бы барьер какой-то переступил и имеет более глубокое видение. Предполагаю, если человек не в традиции или калейдоскоп в голове, то могу только доброй мыслью поблагодарить. Что касается Светланы Васильевны Жарниковой, это уже мои слова, я жалею только о том, что не удалось мне с ней лично встретиться или хотя бы пообщаться по скайпу или по телефону, чтобы задать несколько простых вопросов. Я пытался неоднократно выйти с ней на связь, писал по электронной почте, не знаю, на кого я попадал, на помощников, скорее всего, но ответ был такой, что ей это неинтересно. Я задал вопрос, что неинтересно, неинтересно выступить перед людьми? Нет, просто ей это неинтересно. Меня удивила тогда эта позиция, вряд ли это была, конечно, позиция самой Светланы Васильевны, но вот что есть, то есть. Как было, так и сказал. Дальше следующее сообщение. Лучшая память о Светлане Васильевне – изучение ее трудов, распространение ее знаний, продолжение дела ее. И еще одно сообщение. Благодарю тебя, Светлана Васильевна, только твои труды стали очередной опорой в моем мировоззрении. Моим оппонентам в окружении нечего сказать против фактов, что ты подтвердила. Никому уже не доказываю, а только помогаю задумавшимся и просыпающимся. Наша культура вскоре возродится, вернется наша земля, и все славянарии объединятся. Светлая память и причистая сварга тебе. Но о том, что сейчас происходит в мире, как все происходит, какими средствами это все делается, неоднократно говорилось в разных эфирах, в разных статьях, видео. Давайте мы сейчас послушаем довольно-таки обширное продолжительное интервью, которое мы записали до сегодняшнего эфира с Андреем Ивашко. Я думаю, представлять его не надо, все вы знаете, кто это такой. Думал, ну, минут на 10 так пообщаемся, скажем от себя добрые слова, да и разойдемся. А нет, получилось чуть меньше часа. Так что заплатитесь с терпением и давайте слушать. Здравия всем радиослушателям! С нами вышел на связь Андрей Ивашко. Здравия тебе, Андрей! Да, здравствуй, Алексей! Здравствуйте, все слушатели радио «Славянский мир!» Поскольку мы сегодня отмечаем, хотя, наверное, неправильно говорить отмечаем, но все-таки день памяти Светланы Васильевны Жарниковой, поскольку сегодня сороковой день с ее смерти, ухода из мира Яви, то в этом случае и наши небольшие микроэфиры посвящены ее светлой памяти. Давай начнем с того, что поговорим с тобой вместе о том, кто такая Светлана Васильевна в жизни славянского мира, в чем ее уникальность, с кем, может быть, она пересекалась из научных кругов или известных людей по своим мировоззрениям и трудам, и что такое труды ее для всех славян. Да, благодарю, Алексей. Конечно, начать хочется с того, что, к моему великому сожалению, я лично не успел познакомиться с этим человеком, с Жарниковой Светланой Васильевной, хотя очень хотел, но жизнь меня с ней не пересекла вот по нашим дорожкам, мы не пересеклись. Это, конечно, искренне досадно, что уже не получится пообщаться, высказать свое почтение лично, потому что Светлана Васильевна была и остается, безусловно, просто в другом своем качестве представителем вот той волны славянства, которая действовала, наверное, в самых тяжелых условиях по сравнению с тем, как действуем мы сейчас. Потому что одно дело сейчас действовать, когда уже есть материалы на эту тему, многочисленные исследования, пусть иной раз которые противоречат друг другу, но все равно в которых есть хоть какая-то информация, от которой можно оттолкнуться, уже достаточно много есть наработок и противоречия эти можно убрать и в итоге мы получаем превосходную базу знаний, от которой отталкиваемся сегодня и двигаемся дальше на пути становления славянского мира как одного из идейно-духовных оплотов возрождения, духовного возрождения России. Другое дело, конечно, это действия в тех условиях, в которых действовали представители вот той, наверное, одной из самых первых, если не самой первой волны, когда люди действовали еще в тех условиях, когда им приходилось буквально по крупицам собирать информацию отовсюду, из этнографических, из культурологических, из исторических источников, из фольклора, из письменного и устного наследия и русского народа, и других народов, выводить взаимосвязи, лингвистические взаимосвязи между языками в частности, когда еще они не владели той информацией, которая вышла от хранителей через операторов, через жрецов внешнего круга. Всего этого не было. И вот в тех условиях действовали те люди, к которым относилась и относится Жарникова Светлана Васильевна. И им приходилось труднее всего, но именно благодаря наработкам этих людей и Светланы Васильевны в частности, дело сдвинулось с мертвой точки. Им удалось запустить ту волну, тот импульс, и в принципе это имя Светланы Васильевны я помню еще, когда был подростком. И, конечно, те люди, которые сейчас подхватили эти знамена, они подхватили, они их не нарисовали, не сшили на пустом месте, нет, они подхватили знамена предыдущей волны и понесли дальше. И Жарникова Светлана Васильевна безусловно находилась во многом у истоков этого процесса. Кроме того, хотелось бы отметить, что ей еще было сложно действовать в чем? Дело в том, что она относится к научным кругам, а научные круги, наверное, являются рекордсменами по своей инертности и догматичности. Что-то изменить в сознании представителей научного мира гораздо сложнее, чем у представителей каких-то других категорий. Даже верующие конфессиональные люди куда более гибкие, чем закостенелые люди науки. Не хочу никого обидеть, но такова у них репутация. И, конечно, закостенелым деятелям науки еще тогда, в те годы 2000-е, 90-е годы людям, которые во многом имея научные степени, отрицают сам факт наличия души и духа, зацикливаясь на материи, тем более отрицая не то, что там древнюю прародину или ведическое наследие, которые даже иной раз отрицают связь славянства с индийской ведической культурой, с индийскими ведами, им пытаться донести знания о древней прародине, о дааре, о ведическом наследии, о взаимосвязи между русским языком и другими языками, о том, что русскому языку принадлежит роль вовсе не какого-то жалкого обрубка на периферии, а одного из центральных языков индоевропейской группы, от которого собственно другие языки и откалывались и потом преобразовывались, но русский язык остается для них первоистоком. Понятное дело, что не в современной своей форме, а и больше вот туда, вот древнерусский, старославянский, тот язык, который сегодня праславянским принято именовать в науке. И, конечно, вот в условиях, когда человек действует, изучает, при этом стремится донести эти знания в том числе и деятелям науки, а знания эти основаны на духовных позициях, это, конечно, искренне восхищает, потому что одно дело нести знания тем, кто заинтересован в духовном продвижении. И когда уже есть колоссальная информационная база, и совсем другое дело стремиться привнести духовный элемент туда, где его напрочь отрицают, где сила инерционного сопротивления просто рекордная. И в этом плане Светлане Васильевне, конечно, вечная память, вечная слава, потому что она шла очень непростым путем. По имеющейся у меня информации, опять же, я не был знаком с ней лично, и поэтому могу судить только по общей информации, которая у меня есть, которая есть в свободном доступе, но ей было очень непросто. И естественно, что понимают таких людей в тех кругах, в которых они стремятся что-то сделать, понимают их обычно мало, а крутят пальцем у виска много, и ставят палки в колеса, высмеивают, те люди, ради которых они, собственно, и стараются. Светлану Васильевну можно отнести к категории подвижников, тех подвижников, которые действуют несмотря ни на что, заранее зная, что они будут встречать серьезное и сопротивление, и непонимание со стороны тех, кто не хочет, чтобы что-то менялось, не понимая, что изменения, особенно в рамках божественного плана, что эти изменения неизбежны, и Светлана Васильевна в своих кругах выступала проводником этих естественных, но очень непростых изменений, которые многих страшат, и поэтому тех, кого они страшат, и мотивируют как-то оказывать сопротивление ставить палки в колеса. У Светланы Васильевны много достойных трудов, в которых раскрывается информация, которая потом была продублирована и подтверждена хранителями, причем Светлана Васильевна дошла до этого по имеющейся у меня информации больше путем своих личных изысканий и духовных, и исследовательских. Она ведь как раз проводила колоссальную исследовательскую работу, ее использовали в качестве консультанта в некоторых довольно известных фильмах такого научно-популярного характера, где раскрывается как раз информация о Гудаарии, о месте русского языка, о символьных каких-то моментах в русском орнаменте и вообще по символике и символизму. И от ее наработок смогли оттолкнуться те, кто потом продвинулись дальше. Потому честь и хвала Светлане Васильевне и ее наработкам, потому что жизнь у нее была непростая, но, безусловно, достойная. Хочется отметить, что светлая ей память, вечная слава ей, ее память о ней и о ее вкладе безусловно будет храниться в славянском мире и ее имя запомнят. Я в этом уверен. Вот когда ты начал говорить о том, что среди ученых жизнь бывает намного сложнее, нежели чем простых у людей, то в этом случае мне вспоминается несколько общений с известными учеными, которые не принимали доводы Султана Васильевны, говоря о том, ну, как могло быть такое, что на севере, где-то на северном полюсе зародился славяно-арийский род, славяно-арийские рода, как там могло такое быть, если это север, что там солнышко практически не появляется, а если появляется, то светит, но не греет, там океан, там никогда не было суши, ну, и так далее, так далее, то есть такие доводы достаточно убедительны с точки зрения науки. И когда начинаешь говорить о том, что земная кора постоянно движется, что-то уходит под воду, что-то поднимается, и не всегда было маятниковое колебание земли, земля не всегда была неваляшкой, которая туда-туда-туда наклонялась, и в этом случае солнышко на самом деле больше согревало северный континент, да и течения были другие, тот же самый Гольфстрим был другой, если вообще он по-другому как-то, может быть, назывался, и другие были течения омывавшие, которые могли омывать тот северный континент, называвшийся Арктидой, Дарией и так далее. Но многие ученые не воспринимают это, говорят, но это ерунда, никто не доказал этого, мало того, что там какие-то есть впадины, которые как раз на том месте находятся и так далее, то есть подход такой чисто научный, вот нам сказали, что так и по-другому быть не может. И несмотря на это Светлана Васильевна продолжала изучать и приходила к выводу, что все, что написано в каких-то старинных писаниях, в том числе и упомянутых индуистских ведах, оно именно указывало сюда, на север, и название рек, название местностей, все сюда указывало. Да и сами ученые индусы неоднократно говорили, что нет, ребят, все пришло оттуда, с севера. Вот что можно сказать здесь, может быть, как-то не возражая ученым, потому что, ну, каждый ученый уважаемый нами человек, и, видимо, у него есть какие-то свои права на то, что он имеет как-то размышлять, да, не просто же так он это и не с потолка взял. Что можно сказать, опять же, не входя с ними в спор, вот, из того, что могло как-то быть иначе, что Светлана Васильевна рассказывает не о современности, а о той древности, которая многим ученым еще и неизвестна. Да, благодарю за вопрос, Алексей. Что можно сказать ученым, по данному вопросу, они все очень разные, эти ученые, поэтому разным людям, конечно, нужно подбирать разные слова, если подытожить и сказать в целом для них, то очень хочется надеяться, что ученые в ближайшем будущем станут с собой чуточку честнее, потому что они понимают, ученые понимают прекрасно, понимают, что они взращены в определенной атмосфере, в определенном информационном пространстве, в пространстве идей и образов. И они лавируют в основном в пределах этого коридора. Но этот коридор не дает описания всего, он очень многое дает полезного. И даже лавирование в рамках этого коридора может приблизить человека к истине намного, но этот коридор не абсолютен, и более того, он носит временный характер. Эти стены, которые ограничивают и которые являются краями этого коридора, они трещат и они потихонечку расширяются. Расширяются, и поэтому ученым хочется пожелать, чтобы они были с собой чуточку более честными, потому что опыт общения с разными учеными показывает, что я уверен, Алексей, что и у тебя был такой опыт, и у многих наших слушателей был такой опыт, когда люди с научными степенями не то, что они идейно убеждены в том, что они на таких позициях стоят, и все, и они искренне в это верят, но некоторые из них поддерживают те позиции, цитатно-догматичные, научные, только по той причине, что им просто не хочется смотреть на альтернативу, потому что они устали, и они понимают, что если они признаются самим себе в том, что хоть чуть-чуть было иначе, то придется очень много всего пересматривать. Это действительно непросто, это болезненно, и это выходит за зону комфорта, но это было бы честно перед собой, и поэтому некоторые из них просто упорствуют в том, во что уже сами не верят. И очень опасное проявление то, что некоторые представители науки упорствуют из-за самообмана. Вот мне хочется пожелать всем представителям научного мира, опять же, честь и хвала всем им, может быть, некоторые из них слушают сейчас наш эфир, в таком случае честь и хвала всем вам, но очень хочется надеяться, что научный мир будет представлять собой пример честности с собой, искренности с собой, потому что те материалы, которые приводят в частности, те аргументы, которые приводят в частности Светлана Васильевна, равно как и плеяда других деятелей, связанных с наукой, но которые рискнули, дерзнули, признались сами себе в том, что есть что-то еще, помимо того, что представлено в современной науке, и открыли для себя не то, что новые просторы, а новую вселенную, и смогли найти и свое место в этом мире, лучше понять и себя, и мироздание. Вот искренне хочется пожелать всем представителям научного мира честным, быть честными с собой. Пусть же научный мир будет показывать пример честности с собой. К сожалению, по опыту своего личного общения с представителями научного мира, опять же, хочу подчеркнуть, что они все разные, безусловно, и в данном случае мой личный опыт общения с ними не отображает всей многогранности научного мира, этих процессов, которые там происходят, но они довольны, по итогам моего личного опыта могу сказать, что много, много людей занимаются активным самообманом. И вот как раз таки Светлана Васильевна наряду с другими деятелями искренне стремилась показать, не просто донести информацию о древней прародине, о некоторых лингвистических языковых моментах, главная суть ее устремлений в том, что нужно стать чуточку честнее с собой, а если так взять, то это едва ли не сама суть, не сама квинтэссенция ведической мудрости, она зиждется на честности с собой, и поэтому я не буду призывать, естественно, научное сообщество как-то обратить свой взор на наработки Светланы Васильевны, вовсе нет, главное пожелание быть искренними с самими собой, и если человек будет, если представитель научного мира будет искренен сам с собой, то это автоматически выведет его на наработки Светланы Васильевны, и он пересмотрит свое отношение к ним, ежели таковое было в негативную сторону. Мне кажется, здесь ученых тоже, как ты правильно сказал, нельзя всех под одну гребенку грести, нельзя одной метлой мести, все здесь намного сложнее, есть те, которые просто защитили когда-то диссертации, потому что были уверены, что это правда, и их уже само, может быть, любие, самодостаточность не позволяют как-то по-другому говорить, потому что, ну, а что тогда они защищали, это первое. Есть и ученые, которые не задумывались просто о том, что может быть как-то по-другому, это другой вариант ученых, группа ученых. А третьи, те, которые еще только что-то пытаются познать, и они подходят к диссертации, и вот они на этом пути, что они полностью поглощены работой диссертации и своими трудами или подготовкой диссертации, поэтому это третий вариант. И вот тут, наверное, стоит обратить внимание на следующее. Такие люди, как Светлана Васильевна Жарникова, позволяют выйти из той разрушительной парадигмы, которая была навязана когда-то всему современному миру. для этого достаточно просто-напросто оглянуться вокруг и осознать, что происходит. Понять, а стала ли Земля наша лучше за последнюю тысячу лет, а стали ли люди лучше за последнюю тысячу лет, а стало ли развитие технологий более полезно для всей цивилизации и для всего человечества. И если на все эти три вопроса будут отрицательные ответы, тогда любой здравомыслящий человек, а я уж не говорю про ученых, наверное, задастся вопросом, а что не так? Почему у нас и технологии увеличиваются каждый день, все более-более мощнее становится, более точнее, а людям от этого живется хуже? Почему у нас открытие происходит каждый день, а при этом Земля уничтожается? И вот когда вы все это осознаете и обращаясь к тем ученым, которые нас слушают, то, наверное, тогда задумайтесь а как быть? И вот может быть в этот момент вас осенит, что если вдруг предположить, что Светлана Васильевна была права вместе с другими учеными, и цивилизация славянская, славянский мир существовал не одну тысячу лет, как это нам пытаются сказать, а многие тысячи, а может быть и сотни тысяч лет, то в этом случае тогда получается вопрос, а как тогда жили наши предки? если, конечно, вы относите славян к вашим предкам? Как они тогда жили? Как они могли удерживать огромные территории? Почему не было воин? Каким образом все так получалось здорово и гладко? И вот тогда, может быть, вы придете к ответу, что то, о чем говорила Светлана Васильевна, это хотя бы подлежит изучению и проработке. Вот это, наверное, и есть о честности, о которой ты говорил. Да, совершенно верно. Кроме того, хотелось бы дополнить вот еще чем, что уровень доверия людей к науке довольно низкий. Действительно низкий. Это, я думаю, могут подтвердить наши слушатели, и ты, я думаю, тоже можешь подтвердить. Потому что в народе есть чувственное понимание, да и осмысленное частенько тоже, понимание того, что действительно наука движется немножко не в том векторе, в котором у них имеется порыв. Люди чувствуют свое сердце, они слушают свое сердце и чувствуют, что вот их тянет в другое направление. И вот они смотрят на науку и на речи представителей научного мира, а вот доверие очень низкое. И мне хотелось бы в дополнение к твоим словам просто призвать научное сообщество задуматься, а почему же, почему же у науки столь низкий уровень доверия среди людей? Народ ведь у нас мудрый. И, конечно, в научном мире принято это обозначать, как объяснять недалекостью самого народа, о том, что народ, дескать, не ведает того, что ведают они. И именно поэтому возникает разница в понимании и люди с низов не понимают представителей научного мира и всей полноты знаний, которая хранится в науке. Но если посмотреть немножко с другой стороны, то, может быть, народ просто хранит в себе что-то, что закрылось у деятелей науки. И, может быть, это недоверие объясняется не недалекостью самих людей, а, может быть, как раз таки мудростью нашего народа, о которой, кстати, слагали легенды что в древности, что в современности. Если посмотреть, как относятся к русским людям за рубежа, какая у нас репутация, то, наряду с негативными моментами, будет еще и смекалка, оригинальность мышления, творческое мышление и мудрость в том числе. Поэтому у нашего народа за пределами России репутация русского народа как одного из довольно мудрых народов, но мудрость это зиждется на веселье, на широкой душе и на оригинальности. Весь мир относится к русскому народу почтением к его мудрости, в то время как наука и соответственно многие представители научного мира частенько недооценивают мудрость русского народа. Может быть это недоверие зиждется не на недалекости русского народа, а как раз таки на его мудрости, которая может быть из-за каких-то процессов перестала быть доступной для научного мира. Да, интересный поворот событий. Вполне возможно, что когда человек умудряет себя чем-то, какой-то наукой, он перестает замечать те обыденности, в которых живет простой народ, и поэтому ему кажется, что он что-то познал, а народ что-то не познал. Но да бог с ними. Я просто хочу сказать вот что. Современному человеку, как простому обывателю, так и из научных кругов, просто некуда будет деваться в дальнейшем, как только осознать, что вот так, как сейчас мы живем, жить дальше невозможно. И вполне возможно, наши с тобой слова подстегнут кого-то из научного мира через это осознание сделать новые открытия и прийти наконец-то к тому естеству, которое всегда было свойственно русской науке. Другого пути просто нет, иначе это будет самоуничтожение. Теперь, когда мы поговорили о науке, наверное, можно коснуться тех недоброжелателей, которые к научным кругам никогда не относились, но которые так или иначе воздействовали на науку через создание какого-то имиджа у людей. Имидж создается средствами массовой информации. Понятно, что средства массовой информации можно оплатить, и они сделают любой имидж, любой теории любому человеку, любому ученому. И поэтому очень всегда было просто манипулировать большими массами людей, оплачивая достаточно небольшие деньги средствам массовой информации. И если в первом случае обращение к науке может как-то возыметь силу, и научные наши мужи задумаются о чем-то и изменят свою парадигму отношения к этой жизни, то к тем, кто наши недруги, наверное, слова особо весомыми не будут. Все равно они будут стремиться воздействовать на уму людей в свою пользу, чтобы управлять людьми. Я неоднократно слышал, что Светлану Васильевну просто элементарно травили во всех смыслах этого слова, не давали ей развиваться. Причем не то, чтобы это были какие-то ученые, это были статейки под какими-то псевдонимами. Очень часто в чатах, в ютубе, где появлялись или статьи Светланы Васильевны, или видео, появлялись сразу, как вот некто, кто летит, скажем так, на сладости или на противоположность сладостей, сразу, как только появлялась статья или видео, они появлялись и начинали всякую ерунду писать. И видно, что писал не один человек, а писало несколько, то есть они как-то группками летали. Вот как быть людям, простым, которые увидят такие надписи, как им уйти из ложного представления о таких известных людях, как Светлана Васильевна, когда они вдруг посмотрят видео, потом прочтут, да это все ерунда, да это все фигня, да она там ничего не проедет и так далее. Как найти зерно рациональности и не сбиться с пути истинного, просматривая и прочитывая труды Светланы Васильевны. Да, благодарю за вопрос. Знаешь, Алексей, я здесь могу посоветовать только применять алгоритм работы с информацией, частично он представлен в свободном доступе в видеоматериалах с моим участием, частично он разбирается на семинарских занятиях, но смысл довольно простой, нужно учиться работать с информацией. И когда начинается травля, надо понимать, что эта травля рассчитана на людей, которые не умеют работать с информацией. Если человек овладел, ну там они довольно простенькие эти приемы, работы с информацией, ничего сложного в этом нету, мы их, кстати, разбирали, помнишь, в эфире, как научиться учиться или что делать, когда нет учителя. Вот как раз, когда человек овладевает приемами информационного взаимодействия, он уже на него вот эти старые технологии, достаточно топорные, как вот, к примеру, как ты озвучил, когда Светлану Васильевну пытались очернить таким образом, им удалось действительно очернить Светлану Васильевну в глазах многих людей, но все эти люди были объединены тем, что они не умеют работать с информацией. И от подобного очернения, а его в славянском мире наблюдается довольно много, можно выйти, можно отойти от него, просто став на ступеньку выше. Надо понимать, что славянство не просто так вот именно сейчас у него открывается свое второе дыхание. То есть как раз-таки славянский мир за последние четверть века, он достаточно серьезно набрал обороты и наберет еще больше оборотов. А почему? Веды, информация по-русски это веды, а век 21, в котором мы живем, это век информации, век информационных технологий. Потому ведическая мудрость раскрывается в век информационных технологий. Это не просто так, это не совпадение, я уже акцентировал на этом внимание, нужно совмещать ведическую мудрость с веком информационных технологий. Нужно сделать так, чтобы веды помогали людям ориентироваться в условиях информационного такого вот усиления информационного взаимодействия. Поэтому просто нужно понимать, что используются информационные приемы. Для этого их нужно изучить. В таком случае человек уже может сказать, ага, вот здесь используется простой прием очернения. Заметно, действительно, как ты сейчас отметил, я сам сталкивался с такими статейками, они писались не только про Светлану Васильевну, но и про других уважаемых людей но сразу заметно, что это действительно коллектив авторов работает, но данное очернение рассчитано на довольно-таки на круг людей, которые слабенько ориентируются в умении работать с информацией. И поэтому их изменение, ухудшение мнения их о Светлане Васильевне, я уверен, носят временный характер. То есть, когда люди овладеют механизмом работы с информацией, информационными приемами и технологиями, они, безусловно, будут пересматривать свое эмоциональное отношение, свое отношение, которое было сформировано на основе эмоций под воздействием данных статей. Они пересмотрят и, может быть, они все-таки обратят свой взор и на наработки Светланы Васильевны, в которых найдут много полезного и еще потом и устудятся своего своего такого отношения. Поэтому, конечно, что сейчас можно сказать тем, кто... Вот у меня нет информации, есть ли сейчас конкретно статьи по... Выходили ли новые статьи, очерняющие Светлану Васильевну после уже ее ухода из явной жизни, из явного мира. Но, если таковые материалы будут появляться, то хотелось бы предостеречь таких людей, что не просто так в русской культуре хранится такое послание, такой посыл, что об ушедших либо не говорят вовсе, либо говорят только хорошее. Дело в том, что попытка очернить память человека, который уже ушел из явного мира, очень опасная штука с точки зрения энергоинформационной безопасности. Просто искренне советую этого не делать не потому, что... Не только потому, что это безнравственно и нечеловечно, но это еще и чревато для тех, кто это будет делать. И просто нужно овладевать условиями, механизмами работы с информацией. И пусть же ведическое наследие не уводит людей от века информационных технологий, а пусть же оно как раз таки и раскрывалось, и славянский мир, он сам представляет собой. Приведу такой пример, который может быть многим не понравится, но такого ковчега в условиях информационного потопа, потому что веды как раз таки при правильном использовании учат человека, как не потонуть в этих информационных технологиях и их применении. Что касается Светланы Васильевны и материалов, которые ее чернили, и чернили не только ее, но и других деятелей от науки, которые продвигали идеи и северной прародины, и роли русского языка, то могу сказать по итогам своей оценки, что эти материалы носят довольно топорный характер. Потому я не думаю, что они серьезно могли бы повлиять на то, чтобы у людей, которые хоть чуть-чуть ориентируются в ведическом наследии, да и просто в жизни, чтобы у них сильно ухудшилось мнение у Светланы Васильевны, хотя попытки очернить ее безусловно были. Это естественно. Тем людям, которые еще не совсем, скажем так, понимают, что такое славянство, что такое ведическая основа, невзирая на религиозные какие-то свои воззрения, что можно пожелать, с чего начать изучать, какие-то, может быть, у тебя есть советы, ну, такие дежурные советы, вот посмотри вот это, прочитай вот это, послушай вот того. Да, благодарю. Вот как раз сделать ставку на изучение какого-то конкретного материала, я не могу вот по той причине, что это все очень ситуативно. Нужно видеть человека, знать его предрасположенности, пристрастия, его интересы, уровень осознанности и тогда можно понять, с какой стороны заходить. Можно заходить-то с разных сторон. Можно зайти с того, чтобы человек взрастил в себе веру, которая дала бы ему опору и надежду. Можно зайти со стороны, каких-то прикладных систем знаний, например, нумерологии, используя которые, человек откроет для себя символный ряд и символизм событий. Можно зайти со стороны буквицы, можно зайти с разных сторон, абсолютно разных, можно с красивой оберткой в виде культурно-традиционного какого-то взаимодействия. Но я бы все-таки, чтобы не оставлять твой вопрос совсем без ответа, я посоветую начать с того направления, которое скучное и малоинтересное, а потому малопривлекательное, с техники безопасности. Я искренне советую начинать знакомство со славянским миром с техники безопасности. И вот что интересно, я акцентирую ваше внимание, друзья, я об этом говорил уже неоднократно, еще уверен, неоднократно повторюсь, что техника безопасности при работе с ведическими знаниями до сих пор полноценно не разработана. И следствием этого мы наблюдаем как раз-таки кое-какие перекосы и кривизну в их восприятии современными людьми, которые приобщаются к ведическому наследию. Со своей стороны, я стараюсь вносить свой вклад в это направление, и поэтому в частности направление энергоинформационной безопасности это и есть по факту техника безопасности при знакомстве с ведическим наследием. Я бы советовал начинать знакомство вообще с любым направлением с техникой безопасности. Ведическое наследие тем более, потому что ведическое наследие раскрывает в человеке определенные каналы восприятия. У него начинает меняться жизнь, ему начинают сниться цветные сны, какие-то яркие ощущения, он открывает для себя работу в потоковом состоянии, открывает возможность работы на символном уровне. Нужно быть психически к этому готовым, чтобы и в гордыню не впасть, и не уйти в шизотерику. Многие риски существуют не объявить себя всезнающим гуру-волхвом, ну и многие другие перекосы, которые мы можем не скатиться в фанатизм, в агрессию, в противопоставлению себя в контру против христианской духовной культуры или против еще чего-то. То есть все вот эти перекосы, они являются следствием непроработанности техники безопасности. Потому я советую обратить свой взор в целом на безопасность при работе с эзотерическими знаниями, независимо от того, в каком они направлении. И после этого уже переходить к знакомству с ведическим наследием. Именно поэтому, именно этим и был обусловлен тот переход, который, может быть, некоторым слушателям радио мог показаться странным, когда, в частности, я как преподаватель с профиля буквицы переключился больше одно время на энергоинформационную безопасность. И люди просто не поняли, а почему, как это было буквица, а тут бабах энергоинформационная безопасность, чем обусловлен этот переход. А он обусловлен именно этим, то, что все-таки как раз это параллельные дорожки, которые идут, буквица энергоинформационная безопасность. но нужно разрабатывать технику безопасности. И, во всяком случае, я надеюсь, что совместными усилиями у нас это получится сделать. Во всяком случае, в своей книге, которую я собираюсь издавать в ближайшее время, я надеюсь внести свой вклад в этот процесс. Со своей стороны я как раз могу тоже порекомендовать кое-что, к чему, к каким трудам обратиться. Вот Светлана Васильевна Жарникова, особенно последние труды, где она уже дорабатывала те моменты, которые еще, может быть, где-то были недоработаны в первых. Вот обратить внимание на них, что более просто, может быть, это посмотреть видео с ее участием, потому что наши люди привыкли смотреть, воспринимать на слух. А если это ляжет на сердце видео, если дадут резонанс, в этом случае можно ознакомиться с трудами, которые в интернете существуют уже в письменном виде. И еще для общего развития, те, которые уж совсем с нуля начинают, помимо Светланы Васильевны, есть такой фильм, документально-исследовательский сериал, вот начиная где-то с пятой серии, не могу говорить его названием, но там есть сочетание такой игры и есть сочетание в этом названии боги. Вот с пятой серии можно посмотреть. С чего начать понятное? А вот давай теперь подумаем, насколько может измениться наш мир не только Россия, не только наши братские славянские, то, что сейчас называется государствами, а вообще есть мир, если вдруг славяне осознают свое прошлое, если они поймут, что от них очень многое зависит, если они почувствуют себя хозяевами в хорошем смысле этого слова на земле, если возродится та древняя культура, о которой мы говорим, если люди начнут ведать, как изменится этот мир и как быстро он изменится, давай немножечко включим научную фантастику с тобой. Да, благодарю, я понял, и я думал над этим вопросом довольно долго, действительно, я более того скажу, что это не совсем научная фантастика, я более чем уверен, что так и будет, вопрос во времени, и может быть, недоброжелатели, так их назовем, смогут немножко оттянуть этот процесс, но неизбежно, что оно так и будет. Дело в том, что по мере знакомства с ведическим наследием, по мере изучения его, люди автоматически сталкиваются с внутренней потребностью реализации этих знаний в жизни, то есть они накапливаются, и человека начинает все внутри гореть, ему начинает, я уверен, что многие наши слушатели узнают сейчас себя в этих словах, что у них руки начинают чесаться, что-то делать, и это как раз таки показатель того, что ведическое наследие дало, во-первых, вдохновение, а во-вторых, энергию, и плюс оно дало еще такое побочный эффект, такое качество, как дерзость, пробудило снова дерзость, желание как-то дерзнуть, может быть, получится качественно изменить свою жизнь. Люди начинают реализовывать эти знания на практике своей жизни, меняя отношения, меняя свою речь, меняя свои мысли, меняя свои действия, в конце концов, может быть, у кого-то сменится семейное положение, у кого-то может поменяться место работы, сфера реализации, кто-то, может быть, найдет себя в каком-то творчестве, и это творчество сделает его более вдохновленным, окрыленным и счастливым, кто-то, может быть, с помощью ведического наследия здоровья свое исправит и так далее. То есть, мы видим неизбежность использования ведических знаний. Если человек не дерзнет, не рискнет применить эти знания по жизни, то в таком случае они будут просто его тяготить, лишним грузом висеть, пока он не перегорит и не скажет сам себе, да ну его, зачем оно мне надо. То есть, ведическое знание словно подталкивает человека к реализации, и это так и есть. Что происходит дальше? Человек начинает реализовывать себя по жизни и, естественно, идет методом проб и ошибок. И потихонечку в процессе реализации себя по жизни он нарабатывает опыт и уже дальше в общинах люди делятся этим опытом. То есть, община уже у нас качественно меняет свою структуру, сам принцип. Если раньше в начале двухтысячных и в девяностых годах под общиной подразумевалась группа людей, которые исповедуют одни и те же ценности, то здесь у общин неизбежно качественно изменится уровень и задачи. Уже задача общины будет сонастройка людей посредством обмена опытом. Люди будут обмениваться, и уже, точнее, это происходит, люди уже обмениваются опытом в реализации ведических знаний по жизни. Кто-то успехами, а кто-то неудачами. Но неудачный опыт – это тоже опыт. И он позволит избежать неудач другим. В итоге неизбежным последствием правильного реализации ведического наследия по жизни является увеличение дееспособности человека по жизни за счет мудрости и за счет силы. Увеличение дееспособности естественно приводит к увеличению результативности. То есть влияние человека на социум повышается. Это тоже неизбежный процесс. Дальше по мере прохождения определенных испытаний, определенных уроков взращивается и продолжит свое взращивание та общность, которую сегодня мы называем славянским миром. И в этом обществе формируется альтернатива сегодняшнему социуму. В каком плане альтернатива? Без противопоставления, без агрессии, но мы стараемся сформировать взаимоотношения между нами немножко по иному принципу, чем в социуме. В социуме мы взаимодействуем по правилам социума, а между собой взаимодействуем по тем правилам, которые учитывают опыт наших предков, который был раскрыт через исследователей и через хранителей. Получается, что у нас формируется внутренний круг, внутренний круг взаимодействия, который ранее объединял в себя людей, но, что очень важно, сейчас он объединяет в себя не столько людей, сколько семьи и рода. И это уже большое достижение. Этот процесс неизбежно будет эволюционировать, двигаться дальше, и потихонечку все больше уже не людей, а все больше родов будет приходить в славянский мир, а те рода, которые в славянском мире уже находятся, они будут нарабатывать все новый и новый духовный опыт по реализации себя в жизни. Соответственно, дееспособность славянского мира будет увеличиваться, и тот опыт, который будет наработан, естественно, он будет привлекателен, и он будет привлекать внимание других людей, которые также будут желать увеличивать свою дееспособность по жизни. В итоге славянский мир, качественно подняв себя на новый уровень увлечением своей дееспособности, привлечет в свои ряды довольно широкий пласт населения. Это неизбежно может быть связано с изменениями как в среде науки, так в среде и религии. Сама религия будет меняться под воздействием. Причем славяне не будут ни давить, конфронтацию какую-то устраивать, но неизбежным следствием будет являться то, что и наука, и религия будут меняться. Если мы берем христианство, то оно будет меняться в сторону усиления русской самобытности. А мы знаем, что в христианство попало очень много элементов ведического наследия. Именно они будут усиливаться. Также будет усиливаться и роль науки, которая все больше будет по чуть-чуть она уже просто не сможет не учитывать наработки славянского мира. Потихонечку, по чуть-чуть, на основе буквицы будет приведено в соотношение и в соответствии терминология. Я сейчас немножечко сделаю такое отступление, если позволишь, Алексей, но это важно. Дело в том, что сегодня в разных научных направлениях, дисциплинов разная терминология. У физиков своя, у химиков своя, у историков своя и так далее. И вот, что мне понравилось, среди некоторых физиков, в частности, могу назвать Виталика Господарского, можете посмотреть его видео, особенно, вот виток первый, он вывел закон Ома, написав его буквицей, основываясь на образах и числовых значениях буквиц. Короче говоря, он физическую формулу сумел прописать буквицей. И это прецедент, и я думаю, что со временем на основе буквиц, вот этой вот 7 на 7, получится привести в соотношение, в причесать, упорядочить все имеющиеся формулы разных научных дисциплин и направлений. Как бы фантастически это ни звучало, но мы же, Алексей, включаем научную фантастику, правда же? Вот, вполне можем себе такое сделать. Но прецедент создан, и хочу сказать, что дальнейшее продвижение в этом направлении, я уверен, неизбежно. Я и сам бы продвинулся в этом направлении, да в свое время просто отказался идти по научному направлению, потому что когда увидел силу инерционного сопротивления там, я просто понял, что я отказался от перспектив писать кандидатскую, хотя мне предлагали, поэтому я не пошел по этому направлению. Но если человек овладеет каким-то научным направлением, там, если он заканчивал физику, там, математический какой-то факультет или что-то еще, и при этом, если он изучит буквицу, то он сможет по-другому понять свое научное направление, в котором он двигается, через буквицу. Она позволит ему открыть новые грани. Как сделал Виталий Господарский, лучше поняв физику с помощью буквицы 7 на 7, насколько это парадоксально бы не звучало, но это так. И дальше на основе буквицы как раз таким будет формироваться альтернативный взгляд на научные знания. И потом, естественно, что не только на основе буквицы, это, может быть, я загнул, но у буквицы своя роль в этом. Потихонечку, по чуть-чуть наработки славянского мира будут уже проникать и в науку. И потихонечку дальше уже некоторые знамены, некоторые принципы ведического наследия, которые хранятся и используются в славянском мире, которые будут усиливаться и расширяться. Эти принципы будут уже рисоваться на знаменах различных политических организаций, которые сами будут прибегать и спрашивать совета у представителей славянского мира. Вот примерно как оно будет. И потихонечку, по чуть-чуть уже идеи, которые хранятся в славянском мире, все больше. представители политических кругов будут, если хотите, мимикрировать и использовать их для усиления, вернее, для сохранения своих позиций, потому что славянские позиции в социуме будут увеличиваться. Это все будет реализовано, если мы все сделаем правильно, мягко, без конфликтов, без эмоций, без истерик, без противопоставления и не поддаваясь на провокации, которые, естественно, будут пытаться нас провоцировать и на то, чтобы мы с системой боролись, бодались с социумом и выискивали друг в друге рептилоидов, агентов системы и так далее. Ну, то есть, чтобы всего этого, если мы сможем всего этого избежать, то в таком случае славянский мир действительно будет той духовной, что важно, не политической, а духовной опорой России, которая, естественно, изменит и саму Россию в лучшую сторону. И она действительно возродится, но станет уже не империей, как в царском, в императорском представлении, а это будет скорее вот духовная сверхдержава, оплот духовности на планете в целом. Вот примерно как мне это видится. Хорошее видение, такой хороший фантастический рассказ, замечательно, но, как мы знаем, в любой фантастике есть доля фантастики. Давай теперь перейдем к последнему нашему разделу, который всегда закономерен в наших передачах, это пожелания. Но поскольку мы сегодня все-таки говорим не просто с радиослушателями на бы какую тему, а мы вспоминаем Светлану Васильевну Жарникову, то в этом случае наши пожелания давай разделим на две категории. Первая категория будет отнесена к нашему радиослушателю, мы им что-то скажем, а вторая будет отнесена к Светлане Васильевне. То есть мы ей что-либо от себя пожелаем. Вот, пожалуйста, я тебе предоставляю такую возможность сказать что-то нашим радиослушателям и сказать Светлане Васильевне Жарниковой. Радиослушателям радио «Славянский мир» я искренне желаю мудрости, силы света в душе. Искренне желаю достойно пройти все те уроки, все те испытания, которые нужно пройти для развязания всех кармических узлов. Впереди у нас непростое время, но я уверен, что оно будет преодолено. Но я искренне желаю света в душе, веры, надежды, любви, безусловно. И осознание того, что те люди, которые уходят, но при этом выполнили свое жизненное предназначение, выполнили свою жизненную программу, что те, кто уходят, что они всегда с нами, что они преобразуются в нечто иное, в нечто большее, чем человек, воплощенный в яви. Осознание этого дает возможность как-то легче отпустить тех, кто был нам дорог, но при этом ушел. Я уверен, что память о Светлане Васильевне Жарниковой естественно будет храниться в славянском мире. И я считаю, что я желаю нашим радиослушателям, чтобы каждый в меру своего понимания, в меру своих сил и возможностей по-своему помянул Светлану Васильевну, пожелал ей дальнейшего доброго пути по сворожьему золотому пути туда дальше, к звездам, к предкам, к богам и к богиням. Что же касается Светланы Васильевны, то я искренне желаю ей найти себя вечности. Знаете, жизнь человека подобна морскому прибою. Волна за волной идет, волна накатывает и оставляет след на песке. Уникальный неповторимый узор. А потом эта волна уходит назад и сливается с самим морем. И на ее место приходит другая волна, которая корректирует этот след. Уникальный узор. у меня как крымчанин просто близкие образы, связанные с морем. И вот точно так же Светлана Васильевна, она пришла, оставила свой след и ушла в вечность. И я искренне желаю ей дальнейшей реализации себя, дальнейшего нахождения себя в вечности. Пусть она обретет достойные светлые миры, которые безусловно заслуживает. Честь ей, хвала, вечная слава ее деяниям, вечная слава тому, что она не сломилась, не поддалась на все вот эти провокации, то, что она была тверда, то, что она следовала своей путеводной звезде, и то, что несмотря на трудности, не отступилась от своего пути. Это достойно уважения, это достойно восхищения, и это более того, это назидательный пример всем тем, кто рано или поздно тоже столкнется с выбором о том, следовать ли своей путеводной звезде, несмотря на трудности, которые ждут впереди, или отступиться, или повернуть на какую-то боковую дорожку, которая создаст иллюзию сладкой жизни. Я бы искренне советовал вспомнить среди многих деятелей, которые уже ушли в другие миры, в том числе и Светлану Васильевну Жарникову, которая сделала свой выбор и следовала вперед по исполнению своего, исполняя свое жизненное предназначение, несмотря ни на что. Честь и хвала и вечная слава. Благодарю за теплые слова. От себя я хочу добавить вот что. Человек, который здесь на земле светил людям своими знаниями, тот, который помогал людям найти путь в кромешной тьме того чарамутия в плохом смысле этого слова, которое здесь сделали, он так или иначе после ухода из мира Яве становится звездой. Звездой, воплощенной на небе, где-то в космосе, для того, чтобы уже светить не просто нескольким людям, а светить своей звездной, а может быть даже солнечной системе. Это следующий путь развития. И обратите внимание, через несколько дней, скорее всего, появится новая звезда, и вы поймете, что это как раз звезда, та, которая связана с именем Светланы Васильевны Жарниковой. Я благодарю тебя за теплые слова, за расшифровку некоторых понятий, которые ты сегодня в эфире дал, и прощаюсь с тобой, прощаюсь со всеми нашими радиослушателями. Желаю всем добра, будьте достойны светлой памяти Светланы Васильевны, а Светлане Васильевне при чистой сваргу. До новых встреч, услышимся. Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания. Мы, конечно, с вами не прощаемся, это мы простились в той записи, которая была у нас с Андреем Ивашком. Какие впечатления от этого интервью, пожалуйста, напишите в чате. Напомню, что вы слушаете Народное славянское радио. Эфир наш посвящен Дню памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Сороковой день сегодня с момента ее смерти 26 ноября 2015 года. А на календаре сейчас, одном из старинных календарей, 24-й день месяца белого сияния покоя мира, третийник, 7524 лета, по одному из современных, 4 января 2016 года, понедельник. Я вот так вот подумал, звезда, то, что я сказал в эфире. Да, звезда, конечно, должна появиться, никуда от этого не деться. Но сейчас мимо нас будет пролетать комета не так далеко от Земли. Вы знаете, такое ощущение, что что-то нас сюда принесло и что-то отсюда заберет. Кто знает, что. Я не берусь судить. Но что-то будет меняться. Пока мы слушали наш диалог с Андреем, в нашем чате появились некоторые сообщения. Давайте я зачитаю. Василий Васильевич сбрасывает здесь уже в чат эфира, чтобы я уже их зачитывать. Аркуинон. Сколько живут люди, столько и существует предсказания. Просто с появлением интернета и других средств массовой информации распространение этих предсказаний значительно ускоряется. Кто-то вдумывался в само слово предсказание, ведь оно говорит само за себя, как и многие русские словеса. И означает оно то, что сказано до совершения какого-нибудь события. Игорь пишет, изучая ее наследие в книгах, статьях, видео и распространяйте знания хотя бы в сети, приблизим то, за что радла Светлана Васильевна. Наталья пишет, наверное, это и есть высшее человеческое счастье быть полезным для других, нести свет в массы, но при этом не ставя самоцелью получение одобрения извне. Благодарю Вселенную за проявленную в явном мире сильную, смелую и мудрую душу. Счастливый человек, Светлана Васильевна, лети по златому пути, светлая душа. Ярогор. Наверное, надо делать, если это получится хорошо, а если не очень, то зачем людям такое оказать? Я вот сегодня записывал на несколько минут свое обращение по поводу сорока дней Светланы Васильевны, но потом послушал еще раз и стер свое творение, ибо не гоже. Дальше, следующее сообщение. Стараюсь среди друзей и родственников рассказывать, показывать, даже видео раздаю. Игры богов, наследие предков, Сидорова, Чудина, Трехлебова, Левашова, Жданова и так далее, так далее, так далее. Но даже посмотреть видео не хотят, а лишь критикуют меня. Я их понимаю, как есть, и это мой урок. А так хочется их прозрение увидеть. Аркуинон написал, лучше уж я к ней напрямую обращусь с моловлением, нежели выставлять свою речь на показ. Такие у нас идут сообщения в чате. Я хочу поставить еще две записи. Женщина прислала. Насколько я понял, звать ее Валентина. Давайте послушаем. И если будут какие-то у вас пожелания или какие-то реплики на то, что вы услышите, пожалуйста, пишите, чтобы была у нас обратная связь. Здравствуйте. Я рядовой слушатель славянского радио. В свое время я еще слушала Ведера. Хочется сказать о Светлане Васильевне Жарниковой несколько слов. Но ее величие по сравнению с нами, обычными слушателями славянского радио, настолько велико, что просто трудно что-то начать говорить. Потому что то, что она сделала для нас, нельзя даже просто оценить, как-то оценить и понять, потому что настолько великое дело она сделала, что об этом говорить сложно. Хочу немножко сказать о себе. Я училась в школе очень далеко, там где-то на Целине. У нас были, конечно, хорошие учителя, но в основном меня не любили учителя. Почему? Потому что в школу я ходила не для того, чтобы потусоваться, как сейчас принято это говорить в детстве, а вот именно шла за знаниями. А не любили, потому что я была неудачей, неудобным учеником, я задавала такие вопросы, на которые учителям было сложно ответить. Вот. Ну вот уже в 90-х годах моя жизнь сложилась так, что мне пришлось изучить языкознание для того, чтобы помочь одному человеку самостоятельно не разговаривали ни с одним филологом. Потом мне пришлось изучать латынь. Причем не просто так изучать, как учат, например, медики, а изучать, как филологи. Перед этим я в школе учила немецкий язык, в институте для себя выучила английский, чтобы помогать детям. Ну и как филолог я смотрела, изучая, так сказать, филологию, настроение других языков, там, испанский, французский, ну, как это обычно изучают филологи. Ну и а вот от латыни никуда не денется. И мне пришлось изучить латынь, опять-таки, не разговаривая ни до, ни после, ни с одним человеком, который в этой области, ну, знаком с этой областью, больше, чем я, так сказать, я ничего не знала. И ну, я работала, содержала семью, и заниматься тем, что необходимо для семьи, мне приходилось ночами, то есть, встав в 4 часа ночи, я брала справочники, я изучала латынь, я пыталась перевести какие-то тексты с латыни на русский, и вот Эврика, я не знаю, почему об этом нигде не говорят, и когда ты изучаешь латынь, как филолог переводишь, то ты понимаешь, что вот он язык, который близок к русскому, я была поражена, и я поняла, что такое русский язык для иностранцев, потому что там, переведя каждое слово, ты не понимаешь смысла, непонятно, причастие, это идея причастия, прилагательная, все слова так похожи, это только есть в русском языке и в латыни, и вот тогда я поняла, что латынь произошла от русского, ну и все, сделала такое маленькое для себя открытие, так как я была, и есть кошка, которая гуляет сама по себе, я, ну, молчала себе, да и молчала, там помогла человечку сдать латынь и все прочее, ну и слава Богу, и на этом спас себя, и вдруг я для себя делаю, ну и я понимаю, что вот попробую, я вот обычный человек заявить о том, что латынь произошла от русского, ну меня заснет, кто я такая, вообще технарь, и, ну и потом это вообще не моего ума дела, и вдруг я встречаю такого человека, как Варелия Алексеевича Чуденов, который об этом говорит, ну, боже мой, так вот это же люди, вот ученые к этому приходят, значит, все это на самом деле так, потом вот Жарникова, Светлана Васильевна, я просто вот поражена, вот, как человек за это взялся, как человек начал об этом открыто говорить, это, наверное, только возможно было в советское время, попробуйте, вы сейчас начните говорить перед этой силой русской церкви, которая вот сейчас существует в наши дни, ей крупно повезло, что в 88-м году она защитила диссертацию, что просто не зная вот всей этой сложности, можно заниматься этими вопросами, которыми Светлана Васильевна и занялась в молодости, и, так сказать, всю жизнь пронесла вот всю жизнь нам, людям, и рассказывая о том, что такое вообще русские люди, славяне. Она не просто нам рассказывала, она взяла смелость и ответственность, она великая женщина, вот она сейчас ушла к предкам нашим, и я думаю, все предки рады ее встретить, вот интересно, как мы будем приходить и как мы будем отчитываться перед своими предками, что мы можем сказать, она сделала великое дело, и я думаю, что с помощью славянского радио это все нельзя будет вот так просто взять и закопать, вроде бы, как ее и не было. Она была светлая память. Глубокий вам поклон искренне от всего сердца. До свидания. Я вот только что говорила о Светлане Васильевне, но так как я волнуюсь, то не сказала много из того, что в общем-то следовало сказать о нас, о русских. Дело все в том, что вот я почему и говорила о связи русского языка с латыни, что все это в общем-то на поверхности лежит, но настолько у нас какие-то глаза зашурены, мы этого не видим и не хотим видеть. Вот в чем все беда. Нам не дают, мы все заняты своими делами, своими заботами. Друзья, которые, так сказать, воцерковлены очень, говорят, когда говоришь вот обратись там к нашим к нашей древней родноверию, он заявляет, а что там было, там ничего не было, были дикие племена. Вы понимаете, и нам все время навязывают, что мы из диких племен, у нас самая великая культура, самый прекрасный язык, а нам навязывают, что вот вы дикие племена, вы неизвестно откуда взявшиеся, эти неудобные, эти русские. Так вот, я хочу сказать, что Светлана Васильевна Жарникова, она как раз попыталась с нас снять вот эти шоры, как-то что-то сказать нам, нашим детям, нашему народу, и в общем-то нам нужно просто все это на поверхности лежит. Изучайте Махабхарату, смотрите там наши архивы, то, что делала она, и все станет ясно, но нам не до этого, и нет людей заинтересованных в этом, что мы вот это все изучали, смотрели, поднимали на поверхность, вот поэтому-то и важна ее жизнь, очень она ушла рано, просто очень, это еще не возраст, тем более человека такого нужного, и вот так уйти жалко, очень жалко, она могла бы еще многое нам сказать и показать, причем она же это не просто говорит как дилетант, а говорит как ученый, как исследователь, у нее так много аргументов на каждый вопрос, что нельзя к этому относиться никак иначе, как уважать все вот это и преклоняться перед ней. Еще раз светлая память Светлана Васильевна. До свидания. Вот такая у нас рядовая слушательница и поклон таким слушательницам рядовым. Я думаю, что это очень хороший показатель то, что слушают радио такие интересные люди. Я как-то даже уважением к нашей всей работе проникаюсь, когда слушают таких искренних откровенных ведущих людей. Как-то приятно становится, что для такого уровня трудимся. Прозвучала фамилия Чудинова Валерия Алексеевича. Я с ним связывался по телефону, он был готов записать интервью, обращение, добрые слова, но так получилось, вот то, что называется случайностью, что недавно ему перестанавливали компьютер, и там скайпа установлен не оказалось. Предложил я записать на диктофон, но, видимо, с диктофоном тоже не срослось что-то. Жаль, что не получилась у нас беседа с Валерия Алексеевичем. Я думаю, много бы интересного нам мог сказать. Кстати, и с Юрием Степановичем Рыбником тоже мы общались, даже обменялись скайпами, но не получил я подтверждения своего запроса может быть просто не подсказали на кнопочку нажать, чтобы подтвердить мой запрос. Вот такие бывают моменты. Не получились таких два интересных на мой взгляд интервью. Давайте посмотрим, какие еще приходили сообщения в чате, пока звучала эта запись. Вот Василий Васильевич сбрасывает сообщение от Вои. По-латински написано, поэтому читаю, как читаю. Возможно, я скажу как раз то неудобное. Взгляд со стороны. Мне кажется, стоит понимать, что это радио, чат и форум некое объединение людей по неким похожим взглядам, возможно, даже с разумными побуждениями. Лично я с удовольствием слушаю, как только эфиры появляются, в записи, к сожалению, а иногда хочется спросить в чате. Знакомым давал ссылку, предполагая, что будет интересно, не знаю результата. Смотря со стороны, слишком много появилось славяно-любов. Это можно в секту вырасти. Толком мало кто говорит, вот и сейчас в чате усы, борода, температура в Москве. Мне кажется, что люди расслоились на русских националистов, модернистов, западенцев. Для того, кто ищет уже не вопрос идентичности руса, это уже вчерашний день. Давайте конкретнее о причинах, следствиях, последствиях. Я пока слышу только техники безопасности, общины, возрождения, глаза в глаза. Все это не доказаны манипуляции. Посмотрите вокруг, время уже перемолотило все, фундамент нужен, но подходы должны быть другими, хотя бы не отставать от скорости информации. Вот такое интересное сообщение. Отчасти я согласен с ним, потому что, к сожалению, иногда больше приходится слышать пожеланий или представлений о том, как бы это было хорошо. И все сводится к тому, что хорошо бы оно, чтобы было. И все. То есть это можно сказать так, что давайте подождем, давайте посмотрим. Как в старинной притче, когда один ученик сказал «Учитель, долго ли мне ждать просветление?» Он ответил ему «Если ждать, то долго, практически до бесконечности. А вот если будешь делать, то гораздо быстрее оно наступит». Не хватает нам осознанности, не хватает понимания, элементарного понимания в простых вещах иногда о том, что если вы применяете те уловки, те западни, которые выставляют на вашем пути против братьев, то тем самым вы помогаете тем, кто эти уловки и западни выставляет. Вы льете воду на мельницу тех, кто хочет нас разлучить, кто хочет нас сделать слабее, кто хочет завладеть тем, что по праву всегда принадлежало и пока еще принадлежит нам. на мой взгляд, на мой взгляд, сейчас как раз та самая минута, та самая година, то самое время, когда необходимо это осознать, необходимо осознать и начать действовать по-другому, понимая, что всех нас связывает единое наследие. Все мы братья по крови, по генетике. У нас единое большое прошлое. неважно в какой ячейке этого прошлого находились ваши предки и в какое время, главное, что вы к этому единому прошлому относитесь. Это то же самое, как складывать мозаику, когда вроде бы отдельно каждый элемент, он красивый, он замечательный, но это не целое. И вот только тогда, когда со временем все элементы выстраиваются, упорядовываются через мышление, через осознание, через видение, только тогда эта картина выстраивается полностью. И вот только тогда можно получить всю информацию об этой картине. Вот сейчас как раз вы должны понять, что наследие узкое, которое вы изучаете, которому себя причисляете, это маленькая частица этой мозаики. И нельзя ее противопоставлять другой частице единой мозаики. Необходимо влиться влиться в эту общую картину, добавить свои знания, поделиться ими, но не противоставляя себя, противопоставляя и не споря с кем-то, чье знание лучше, чьи традиции лучше, кто круче, кто полезнее или вреднее. Только так мы сможем построить то, о чем все говорим. иначе вы будете работать, именно работать против нашего будущего, вопреки нашему прошлому. Вы будете нарушать все, что только можно нарушить. Если вы понимаете, о чем я, я рад за вас. Если не понимаете, ну что ж, бывает и такое. Следующая запись была записана с известным человеком, с которым я давно хотел познакомиться и никак не мог найти на него выхода. И вот как это часто бывает, такой случай, отчасти трагический, который произошел не так давно, хотя с точки зрения славянства ничего трагического нет, но все же, опять же говорю, знакомыми, привычными понятиями и словами. Этот случай подвел меня к тому, чтобы срослись связи, и я вышел на Сергея Альбертовича Саля. Многие, думаю, смотрели его лекции, достаточно интересные. Давайте теперь послушаем, какой у нас получился с ним разговор. Здравия всем нашим радиослушателям. С нами на связи Сергей Альбертович Саль. Здравия. Здравствуйте, Алексей. И мы начинаем нашу беседу, посвященную памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Сергей Альбертович, как, на ваш взгляд, можно охарактеризовать творчество Светланы Васильевны? Что это был такой за феномен в нашем современном мире и в славянском мире? И какими трудами, какими работами отметился человек, на ваш взгляд? С работами Светланы Васильевны Жарниковой я знаком достаточно давно, как минимум лет 15. Они стали появляться на сайте Международного клуба ученых, но потом я уже стал знакомиться с ее более серьезными произведениями, то есть книгами. И конечно Светлана Васильевна сделала очень много, за эти 15-20 лет, когда она стала заниматься запретной темой древнерусской цивилизации, и ее жизнь, во всяком случае, последние 15-20 лет, можно назвать научным подвигом, потому что она пошла против академической науки, потому что тема вообще русской цивилизации является запретной в современной академической науке. Более того, даже не в академической науке, а даже и, к сожалению, в русском географическом обществе, несмотря на название русское географическое общество, эта тема также не приветствуется. И, несмотря на это, вот Светлана Васильевна успела за это время сделать очень много, и то, что она сделала, я еще раз могу назвать это научным подвигом. А как вы думаете, то, что она начала делать, это был просто интерес как ученого, или здесь вместе сложились векторы и ученого человека, и патриота России, и просто здравомыслящего человека, который не мог молчать о том, что ей попалось на глаза, и не говорить о том, что она узнала и разобралась в чем-то? Да, я думаю, тут сработали все вместе третьих факторов. Вообще говоря, даже человек, не задумываясь о каких-то патриотических чувствах, когда начинает знакомиться с фактами, с фактами древней цивилизации, то он соприкасается с такими вещами, о которых вообще говоря, трудно говорить в научном мире. И поэтому вот именно тяга к знаниям, тяга к справедливости, тяга к правде и вызывает такие чувства. Человек начинает писать то, о чем он раньше не мог писать. Он начинает говорить то, что раньше боялся говорить, потому что у него возникает, во-первых, чувство того, что современная история вся перековеркана, вся переписана, слово русский из нее почти изъято, а ведь вы знаете, что в программах глобализаторов записано не только уничтожение слова «Россия», но и уничтожение даже слова «Русский». то есть в их программе уничтожение российской государственности и создание на базе России сразу нескольких государств, подчиненных глобальной финансовой мафии. Так что пойти вот против традиционного академического взгляда на древнюю историю это большая смелость, потому что такой ученый сразу вычеркивается из академического мира. И я думаю, все эти три фактора и тяга к справедливости и патриотизм вообще интерес к своей древней истории все это и создала феномен Светланы Васильевны Жарниковой как выдающегося исследователя. Но ведь все-таки вы тоже человек открытый во многих своих выступлениях говорите такие вещи, о которых даже наши соотечественники наверное не сразу верят. И я представляю насколько иногда это тяжело говорить. Тем более тяжело говорить женщин. Ну понятно мужчины это все-таки войны, а здесь женщина и вот в голове у многих не укладывается ну как женщина пошла против этой системы, которая мужчинам запрещала рты разевать на эту тему, а она диссертацию сумела защитить. Она не сломилась, она продолжала говорить правду, несмотря на то, что ей в ее адрес скажем так поступали может быть не угрозы, но такие намеки о том Светлана там как-то успокойся, ты очень далеко полезла. Ну знаете насчет женщин я скажу следующее, я удивляюсь мужеству наших многих женщин, потому что если взять таких женщин, как Татьяна Васильевна Грачева например, которая была завкафедрой в нашей военной академии и многих других женщин, которые занимаются скажем проблемами ГМО, проблемами геноцида русского народа, проблемами вакцинации и так далее, то есть я могу назвать целый ряд блестящих и смелых женщин, которые говорят то, что боятся говорить мужчины, так что я не считаю Татьяну, не считаю Жарникову каким-то изряда вон выходящим феноменом нет, это только свидетельствует о том, что наши женщины к сожалению или к счастью гораздо смелее наших мужчин, я вот так думаю. В одной из бесед у нас промелькнула с одним из ведущих такая тема, что Светлану Васильевну можно в чем-то сравнить с известным нашим русским ученым с Михаилом Ломоносовым, потому что он в свое время очень активно сражался за справедливость, за нашу древность и Светлане Васильевне также пришлось сражаться за нашу древность и тот был в тюрьме и смертный приговор удалось его друзьям в конечном итоге отвезти и здесь тоже наезды были, но мы видим, что закончилось все очень печально. Знаете, ведь Ломоносова травили, травили немцы, голландцы, которые заседали в нашей Академии наук и судьба Ломоносова в этом смысле действительно очень похожа на судьбу Жарникова. В конце концов, вы знаете, что Ломоносова отравили, он ушел в жизни совсем молодым, мог бы сделать столько, сколько не мог сделать никакой другой ученый на Руси. Светлана Васильевна тоже подвергалась травле, действительно, это сказалось на ее здоровье, и она, конечно, преждевременно ушла из жизни и могла бы сделать еще очень много для России. Вот, к сожалению, в этом смысле, конечно, судьбы похожи, но действительно были смелые, честные люди, которые служили науке, были преданы науке, и никакие конъюнктурные соображения их не устраивали, действительно, говорили то, что думают. Так же, как и Ломоносов написал книги про историю государства российского, так же и Светлана Васильевна говорила вещи, которые не приняты в академической науке, и, к сожалению, эти вещи не будут приняты в ближайшие годы, потому что состав Академии наук у нас, ну, в общем-то, не менее русофобский, чем во времена Ломоносова. то есть, уже не первом интервью я вижу указания на то, что Светлане Васильевне кто-то помог уйти из жизни, это как-то слишком рано она нас покинула. Ну, да, конечно, это очень часто так случается, когда человек подвергается травле, это сказывается на его здоровье, ну, это, в общем, таких примеров очень много. Вы, как ученый, наверное, испытывали на себе такой момент, когда вдруг кто-то из ваших коллег начинает говорить что-то и вы говорите «Елки-палки, а ведь вот я об этом думал, а вот не сумел сформулировать, а вот он сформулировал». Это является новым толчком для открытия каких-то кладезей древности. Вот такие моменты случались, когда вы встречались с трудами Светланы Васильевны и говорили «А вот тут я, пожалуй, еще поглубже копану, вот тут я еще, пожалуй, посмотрю, изучу». И получалось такое, что вот открытие не открытие, но на свет появлялось что-то новое. Ну, знаете, ведь каждый исследователь со своих позиций рассматривает любую тему, поэтому вот те вещи, которые писала Светлана Васильевна, действительно, они были для меня своего рода открытием. Ну, а теперь, когда я рассматриваю уже все эти артефакты, все эти исторические исследования несколько с другой стороны, у меня открываются новые вещи, это естественно, у каждого исследователя открываются новые стороны явлений. Вот если вы посмотрите, скажем, на исследование Валерия Алексеевича Чудинова по работам Светланы Васильевны Жарниковой, то обнаружите там совершенно новые, новые факты, совершенно неожиданные повороты, которые были, я бы так сказал еще несколько лет назад просто немыслимыми. Там совершенно новые открытия, потому что Чудинов расшифровывает вот на тех вещах, которые следовало Жарникова, надписи, что раньше никогда не делали. Это позволяет глубже понять нашу историю, и что очень важно датировку событий производить более правильно, потому что сейчас датировка событий у нас совершенно неправильная. История русского народа у нас ограничивается практически одним тысячелетием, а римляне, там, вавилоняне, египтяне и другие народы считаются гораздо более древними. Значит, на самом деле, конечно, все обстоит с точностью до наоборот. И вавилонская, и римская цивилизация, и древний Египет являются продолжением древнерусской цивилизации. Это просто отколовшиеся части древнерусского государства, или древнерусской державы, которая занимала практически всю Евразию. Ну, а чтобы более правильно понимать историю, конечно, требуется переосмысление всех исторических фактов и проведение новой датировки. Такую, действительно, титаническую работу начали Фоменко с Носовским, но сейчас эта работа продолжается, и уже другие исследователи, уже совершенно с других позиций, с других сторон подходит к проблеме датировки. Это очень важно для восстановления правильной истории русской цивилизации. Сергей Либертович, а что произойдет в России со всем славянским миром и вообще со всем миром? В том случае, если русские люди, живущие на территории Российской Федерации и за рубежом, включая все братские наши республики и страны осознают свою древность, когда эта информация, о которой говорят великие ученые, в том числе, о которой говорил Светлана Васильевна Жарникова, она станет доступна и станет не просто доступна, а естественной для нашего восприятия, когда каждый будет это воспринимать не как какую-то версию, а как данность нашей древности. Что тогда произойдет с миром? Ну, я бы очень хотел этого, но, к сожалению, средства массовой информации находятся в руках врагов русской цивилизации, поэтому это только мечты. Но, тем не менее, я все же надеюсь, что сознание русского народа проснется со временем и хотя бы, скажем, на части территории России у нас еще сохранится русское государство. Ну, а сейчас, к сожалению, события идут таким образом, что запущен процесс распада России, механизм точно тот же самый, который был при распаде Советского Союза, все повторяется. Вы знаете, был Гарвардский проект, сейчас Кьюстонский проект реализуется, все это было давно написано, и все эти проекты, ну, несмотря на задержки, они идут и продолжаются, и наши враги делают эти проекты последовательно и вполне успешно. Так что, к сожалению, просыпание русского народа происходит очень медленно, но я все же надеюсь, что оно произойдет, и до конца нашим врагам не удастся расчленить Россию. Все-таки, если вот наши сограждане, наши собратья осознают вот эту древность, что тогда будет изменяться в мире? Давайте так вот немножко научно пофантазируем. Какие новшества проявятся в мире? Как будет жить общество? Ну, тут очень много сразу вопросов появляется. Во-первых, если мы обратимся даже к тысячелетней истории Руси, то мы обнаружим, что еще тысячи лет назад жизнь была совершенно другой новостью, были совершенно другие знания, другие технологии, другая организация общества. Русская цивилизация жила без войн, жила без рабовладения. Вот то, что было внесено в рабовладение, это вследствие распространения разных районов земли сатанизма. я об этом уже давно говорил, сатанизм это единственная причина, ее можно назвать самой главной, но действительно это единственная причина вот той борьбы с древнерусской историей, которая сейчас ведется везде. потому потому что мир, к сожалению, находится под контролем сатанистов, в том числе и, к сожалению, в современной России, поэтому вот эту борьбу с историей Древней Руси можно объяснить только тем, что современная наука находится под контролем вот этих самых людей, которые исповедуют религию, которую можно отнести к сатанизму. И этим же можно объяснить патологическую ненависть этих людей вообще ко всему русскому, даже к слову русский. Я вот скажу так, вот несколько лет назад я прочитал несколько лекций в русском географическом обществе, в общем, говорил вещи достаточно страшные, но это правда. И, в общем, никаких нареканий, никаких особых замечаний, сопротивления я не замечал. То есть, ну, кто верил, кто не верил. Некоторые люди после того, как начинали знакомиться с этой информацией, понимали, что это, в общем-то, правда. Но стоило мне произнести слово русская цивилизация совершенно безобидной лекции о русской цивилизации, безобидной по сравнению с теми, которые я читал до этого, как сразу же все эти лекции были прекращены. То есть, на них был наложен запрет. Вот это творится, к сожалению, в русском географическом мощи-то. Там есть люди, которые контролируют ситуацию и не дают исследовать русскую цивилизацию. Но если все-таки пофантазировать и подумать, что нам удастся довести до сознания широких масс великую историю нашего народа, то на Земле буквально все переменится. потому что станет понятно, что можно жить по законам прошлого. Можно жить используя опыт древних цивилизаций, когда люди достигли гигантских успехов. Надо понимать, что цивилизации, древние цивилизации достигли гигантских высот, которые нам не снятся. Об этом говорят памятники. Скажем, ведь весь шельф Ледовитого океана застроен. Это говорит о том, что эти цивилизации были очень многочисленными. На Земле жили миллиарды людей в то время. И как это не звучит удивительным для многих ученых, они пользовались техническими средствами, в том числе летательными средствами, такими как виманы, и вся Земля по сути была единым целым. Эти русские надписи читаются на всех континентах. А летательные аппараты типа Виман или Ватьмар работали еще тысячелетия назад. А полторы тысячи лет назад действительно была глобальная война, которая описана в Махабхарате. Она привела к уничтожению почти всей человеческой цивилизации. Но вот за каких-то 5-6 веков удалось ее воссоздать, и пик этой цивилизации приходится на времена Рюрика. Но об этом в истории не пишут. Ведь у нас вся история переписана. и о том, что это была единая цивилизация Рюрика, никто и не скажет. Ведь у нас самая древняя цивилизация считается шумер. На самом деле и шумерская, и египетская цивилизация возникли не ранее полутора тысяч лет назад. Это говорят данные по хронологии и в частности исследования Фоменко и Носовского. Как бы к ним люди не относились, но надо понимать, что они провели гигантский объем работы и доказательства там более чем исчерпывающие. Ну а теперь Валерий Алексеевич Чудинов проводит уже по надписям расшифровки более точные. Более точные расшифровки по годам. Что когда произошло. И вот рассвет древнерусской цивилизации уже новый, который произошел после Махабхары, то он приходится где-то на тысячелетия назад. Но в то время уже произошли страшные события. Власть постепенно и на Ближнем Востоке, и в Европе стала переходить в руки сатанистов, которые прокладывали дорогу к власти убийствами, переворотами, подменой руководителей и так далее. То есть целый список вот таких методик, с помощью которых они пришли к власти. Ну и самое страшное, что произошло в Европе, это деятельность тамплиеров, которые стали контролировать почти всю финансовую деятельность в Европе. и если бы не Христос, то вот вся бы эта деятельность сатанистов привела бы к захвату мира еще скажем 5-6 веков тому назад. Но христианство позволило продлить существование человеческой цивилизации и как бы кто не относился к христианству, но надо понимать, что христианство на самом деле в том виде, что проповедовал Иисус, это и ведические знания, даже их не надо назвать религией, но враги человеческой цивилизации полностью переписали историю, удлинили историю Ближнего Востока и Египта и перенесли библейские события на Ближний Восток и полностью переписали историю и подмяли под себя все религии, создали мусульманство и тоже его подмяли под себя, разделили совершенно, разделили христианскую церковь. Известные методы работы. Да, и вот видите, к чему-то в итоге привело, привело к жертвам, которые исчисляются сотнями миллионов, к уничтожению целых стран народов. Но, в общем, последний этап, который ими заявлен и который они сейчас проводят, это уничтожение России, уничтожение русского народа. Россия является последним оплотом, где хранятся знания, где хранится генетика, позволяющая этими знаниями управляться. Я не принадлежаю достоинства других народов, поскольку, если эти народы, любые народы есть на земле, они для чего-то здесь нужны. Ни в коем случае не хочу с кем-то по конфронтации выходить, но для каждого народа есть свои заповеди, есть свои учения, в том числе и для русского. Есть свои заповеди и учения. У нас ведическая основа. И чтобы не смяли нас окончательно, чтобы мы воспрянули и смогли подняться с коленами, подняли Россию, и чтобы за этот локомотив хватились другие народы и были спасены, необходимо, чтобы русский народ и братские народы России тоже духом и мозгами воспряли. И в связи с этим мой вопрос. На ваш взгляд, что может являться таким локомотивчиком для мозга человека, спящего сегодня, чтобы он проснулся и начал интересоваться своей историей, чтобы он стал осознавать, что не все так просто, как ему об этом рассказывают голубые экраны. Глубые теперь уже и в прямом и переносном смысле этого слова. С чего начать? Что дать человеку, на ваш взгляд, послушать, посмотреть, где бы была вот та самая отправная точка, от которой бы он мог оттолкнуться? Знаете, переворот сознания многих исследователей за последние годы произошел благодаря интернету? Если бы не интернет, и не было бы никакого интереса к визитизму и древнерусской истории, которая сейчас наблюдается. Еще раз скажу, что Академия наук не позволяет выпускать литературу по этому вопросу. И только благодаря интернету мы распространяем эти знания. Так что интернет, несмотря на то, что он был создан в интересах глобализации, вообще говоря, в интересах врагов человечества, вот в данном вопросе он работает против глобализаторов, против современных рабовладельцев. И, в общем, я думаю, что несмотря на все действия по контролю информации и ее замалчиванию, все же информация поступает широким кругам исследователей, широким кругам россиян, и поэтому я думаю, что несмотря на то, что нас будут уничтожать, мы все же встанем, распряемся и хотя бы в какой-то малой части России сохраним русскую цивилизацию. Ну, а как будет дальше, сейчас трудно сказать, потому что если руководствоваться так сказать, эскатологическими учениями, то и книгами пророков, и так сказать, пророчествами наших старцев, то русская цивилизация в последнее время воспрямит, придет русский царь, но в конце концов, к сожалению, это закончится кончиной мира. Вот сейчас, конечно, трудно сказать и трудно прогнозировать то, что будет сейчас, в общем, ситуация развивается по плохому сценарию. в общем, все эти сценарии записаны, взять тот же план Альберта Пайка трех мировых войн, он сейчас выполняется, то, что происходит на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, это вписывается в этот сценарий. трудно сказать, чем это все закончится, потому что сами руководители, сами глобализаторы, конечно, понимают, что все это закончится плохо для всех, в том числе и для них, и как-то попытаются выправить ситуацию, но, к сожалению, среди этих людей много действительно фанатиков, религиозных фанатиков, вообще говоря, сумасшедших людей, которых даже не останавливает инстинкт самосохранения, но, тем не менее, я думаю, что инстинкт самосохранения сработает у русского народа, да и не только у русского народа, у тех же, ну, я к русским народам, естественно, отношу и русских, и белорусов, но и у других славян, и у немцев, и англичан, потому что, вообще говоря, все европейские народы, они произошли от русского народа, все языки произошли от русского, что бы ни говорили, но сейчас это уже, в общем, доказано многими исследователями, поэтому, если и русский народ, и другие европейские народы узнают свою историю, узнают о происхождении своего языка, то, естественно, что они станут объединяться, и появится шанс на выход из той трагической ситуации, которую мы сейчас имеем. У нас есть такая традиция, на мой взгляд, хорошая, когда говорящий желает тем, кто его слушает, что-либо доброе и светлое. Поскольку наша передача посвящена памяти Светланы Жарниковой, то я предлагаю разделить это послание на два. Первое, нашим радиослушателям что-то доброе пожелать, какое-то дать напутствие, наставление, и, естественно, обратиться к душе Светланы Васильевны, ей что-то доброе сказать. Ну, какое напутствие я могу сказать слушателям, главное напутствие ничего не бояться, потому что надо понимать, какая на нас сейчас лежит ответственность, такая ответственность лежит на русском народе, это, вообще говоря, задача сохранения всей человеческой цивилизации. Поэтому ничего не бояться и говорить правду. Бояться уже сейчас нечего, потому что нас приговорили к уничтожению, надо это понимать. Вот. Ну, а что сказать о Светлане Васильевне Жарниковой, то я думаю, что мы должны приложить все усилия для продолжения вот тех исследований, которые начала Светлана Васильевна. И это будет памятью этой выдающейся исследовательницы. А если мы продолжим эти исследования, то, естественно, что и широким массам откроются новые факты из древнерусской истории и совершенно новое и правильное понимание того, что происходило тысячелетия назад. Благодарю за теплые слова. И в заключение от себя я хочу сказать, что, как говорил наш величайший полководец Суворов, врагов не считают, их бьют. Наступит время, когда Россия воспрянет ото сна, поднимется с колен, и тогда вот эти сатанисты-глобализаторы очень пожалеют о своих деяниях. Это обязательно будет, иначе, как правильно сказали, нас приговорили, а приговоренному нечего терять, кроме своей смерти. Так вот, поступим так, как поступали наши пращуры. Необходимо осознать, кто мы, кто такие русичи, что такое Россия, что такое Русь, какое наше наследие, и в очередной раз обратиться к трудам величайших наших людей, среди которых Светлана Васильевна Жарникова. Будьте достойны ее светлой памяти. Пускай ее жизнь будет примером для вас. Благодарю за участие. Да, светлая память Светлана Васильевна. Спасибо, Алексей. Светлая сварга. Всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова